Так, ну тогда продолжаем. Чтение сегодня нашего замечательного английского путешественника Эдмунда Спенсера. В прошлом эфире я его читал, но я вот, честно говоря, сейчас даже пожалел, что мы много времени потратили на вот эти его предисловия, где он там всякую фигню мусолит, там свои какие-то измышления там скучные, такие для человека 19 века больше подходящие. Только где-то к середине книги начинается такое, что-то более интересное. Ну, теперь уже пошло интересное и будем дальше читать. А эту часть дочитаем и потом, может, или в этом эфире, или в следующем, перейдем еще одну его книжку, которая более ранняя, мы ее тоже прочитаем. Я напомню, что Эдмунда Спенсера это английский путешественник, который в 1830 году был на побережье, но очень так, точечно, скажем так, на пароходе ним проплыл в пару точек, где ему русское командование разрешило, а он встретился с местными жителями, как-то там зарисовал. И это, как бы, его не удовлетворило, а он описание сделал, и через 6 лет он через Турцию, через контрабандистов попал на Черноморский берег, все-таки и более обстоятельно познакомился с черкесами. Он был первым англичанином, который начал такую разведку, по его книгам потом уже все остальные пошли, ну и вот, дополню, еще что у него очень антироссийские взгляды, такие прям проанглийские, причем Англия такая, как патриотическая великая держава в его глазах, у него немножко проскакивает такой колониальный взгляд, конечно. Ну и много такого наивно восхищенного, поэтому все, что слышим, делим на два, то есть не принимаем это все, как бы, вот прям за чистую монету, то есть это впечатление человека, субъективное очень, но здесь очень много интересного проскакивает, и если вы знакомы с тематикой, сами черкес, то поймете, о чем речь, а если нет, то кое-где я буду делать такие пометки, комментарии, будем обсуждать. В общем, я буду останавливаться, будем кое-какие моменты комментировать. И еще я вот хотел попросить, тут периодически человек пишет про Калаусское сражение, я хотел бы напомнить, что у меня сейчас прямой эфир про чтение книг, а не про обсуждение вольных тем, какие нам хочется, тем более про Калаусское сражение, там говорить нечего, в гугл набивайте, читайте там, в общем-то, не знаю, что я могу нового сказать про Калаусское сражение в эфире, для чего я буду тратить на это время. Вот, поэтому переходим к Эдмунду Спенсеру, глава у нас десятая, здесь я напомню, значит, он начал уже описывать свое непосредственное путешествие, и первые главы его относились как-то вот сразу, сходу, как говорится, в дело, к путешествию вглубь Черкесии. И он по речке Белой прошелся, которая сейчас вот в Адыгее, получается, и в Краснодарском крае, в глубине, описал там некоторые какие-то вот, как бы скажем так, красоты, и часть воинов, которые вот это в поход собирались. Вот он это все увидел, описал, и сейчас он перемещается в сторону Новороссийска будущего, это Судебская бухта, вот что он пишет. Из жилищ повалили их обитатели, юноши и ветераны возобновили свои забавы и обязанности, тогда как женщины в длинных белых вуалях и падающих свободными складками платья весело общались в толпе, создавая еще более колоритное впечатление от картины, кое можно увидеть только разве что на Кавказе. В одной части луга нарядный военачальник в блестящих доспехах носился на величавом коне, в другой находились группы юнош и атлетов, занимающихся борьбой, бегающих или бросающих копья. Здесь компания с натянутым луком и сумкой, полный стрел, стреляющая по мишени, там другая, упражняющаяся с мечом, тогда как в то же самое время окрестные холмы вторили громким криком охотников и лавил собак, устремившихся за своей добычей. Казалось, что развлечения были их единственным занятием, как если бы военная кампания, по крайней мере, в этом году завершилась, столь же обманчивым было затишье. Посреди кажущейся беззаботности неожиданно через густую листву на вершине горы замерцали огненно-красные искры, предсказывая продвижение битвы, которые вскоре сменились пушечным грохотом, страшно отдалившимся от долины в горе, от лесистой местности, на ней расположенной, до холма. Урус, урус, русские, русские, неслось одновременно с разных сторон и через пару минут несколько разведчиков на своих покрывшихся пеной боевых конях понеслись галопом вниз с галопопружительной вершины. Черкесы, не ожидая созыва военного совета, незамедлительно устремились на помощь своим товарищам, некоторые в долину Цемес, а остальные к ущелю Бакан, где, как было установлено, начался бой, однако большой отряд ветеранов остался охранять все подступы к их селам в случае какой-либо неожиданности. Продолжая наш путь, мы увидели, что повсеместно жители, пребывая в движении, осуществляя самые активные приготовления к встрече с нежелательными гостями, сотни одних направлялись, дабы записаться под командование военного руководителя их племени, а сотни других были заняты возведением заграждений вдоль узких ущельей с помощью громадных деревьев и всякого иного тяжеловесного материала. Это делалось с двойным намерением задержать продвижение противника и предоставить возможность женщинам и детям отступить с их стадами, аатарами в относительно безопасное место. Этими убежищами обычно являлась вершина какого-либо высокого холма или глубокая лесистая долина, подходы к которым были известны лишь им самим. После 7 или 8 часов галопа через холмы мы спустились в глубокое узкое ущелье, омываемое речкой Ценес, что в бухте Суджук-Каля. Здесь мы заняли позицию, в то время как главная часть нашего отряда поспешила на помощь союзным племенам, расположившимся лагерем в ущелье Бакан, что ведет к Анапе. Решение о том было принято вследствие слышимой в этом месте тяжелой канонады, из чего исходило предположение, что Анапский гарнизон предпринял вылазку и напал на лагерь. Мы недолго оставались на нашей новой позиции до того, как к нам присоединились отряды быстрых черкесов, обращенных в бедство русскими в окрестностях Суджук-Каля. С ними находились один или два дезертира, от которых мы узнали, что русские полевые укрепления из-за недавних дождей стали непригодными для обороны, и что армия, вероятнее всего, попытается этой ночью и следующим утром отступить к Анапе. При получении их сведений наш сервискер предложил, что истинные намерения генерала в соответствии с этим попытаться осуществить близонатый отвлекающий удар. Он также видел необходимость срывать его планы, поэтому немедленно отправил от двух до трех сотен своих самых храбрых, самых надежных и самых опытных всадников к вождям племен, расположившихся лагерем в Бакане, объяснившим уловку генерала и посоветовав им в то же время не поддаться соблазну выйти из своей засады в случае вылазки противника, а оставаться в ней и тревожить противника во время его отступления, и прежде всего не осмеливаясь вступать в схватку с генералом. Мы находились во всеоружии целую ночь, ожидая приближения противника, при этом сервискер благоразумно укрыл своих людей среди скал и зарослей, что располагались по краям ущелья, через которые и ожидалось наиболее вероятное прохождение главного отряда русских по пути в Анапу. И там они затаились подобно тому, как это делает в своем логовище тигр, выбирая благоприятный момент, дабы убить свою жертву. И хотя там находилось более 500 человек и еще больше всадников, кроме шороха, не слышно было ни звука. Даже кони, столь удивительно они были дрессированы, оставались совершенно безмолвными. Кстати, вот про коней. Это частное упоминание, что кони у всадников черкесских были часто отренированы до такой степени, что они себя вели как охотничьи собаки. То есть они, стараясь не издавать ни звука, повиновались командам, то есть могли во время боя вообще спокойно реагировать на все выстрелы, лечь. И можно было использовать их шею, как приклад для стрельбы. То есть это вот с детства жеребят еще тренировали. Ближе к рассвету тишина была прервана на несколько минут прибытием разведчика, прорывшего через почти непроходимые заросли со сведением, что противник уже выступил. В этот миг картина приобрела величистый вид. Перед нами предстали пенячиеся воды горной речки, коя из-за недавних дождей увеличилась до размеров стремительного потока, нависшие скалы во всех их разнообразных и гротесковых формах и вершины окружающих холмов, окрашенные в малиновый цвет с розовым отливом восходящего солнца. Не менее поразительными и непривычными были атлетические фигуры горцев во всех своих разных и оригинальных позах, возвращающихся от ветчика, пришпоривающих своих коней вверх под почти вертикальным склоном потрясающей горной долины. Там находились хорошо обученные отряды цивилизованной Европы, опытные в любом искусстве современной войне и снабженные всеми ее принадлежностями, собирающиеся противостоять получищу отсталой Азии и имеющему в качестве укрепления у себя разве что собственные скалы и заросли, а вместо артиллерии лишь оружия и стрелы. Это действительно был неимоверный в важности момент, а напряженная озабоченность и запечатленная на лицах всех людей демонстрировала, сколь многое зависело от исхода сражения. Наконец, замечены были осторожно и открыто продвигающиеся русские колонны, во главе которых на лошадях перевозились легкие галбицы, в то время как отряд казаков тщательно прочесывал склоны холмов, дабы пересечь возможность внезапного нападения на основную часть армии. Затем вновь из-за ужасов ущелья и коварных изгибов они исчезли из виду. Когда неожиданно на крутом повороте оказались перед тем невидимым противником, превратившим каждый выступающий утес, каждый куст и карты дерева вместо засады, и ныне ожидавшим с задаемой тревогой возможности нанести сокрушающий удар по многочисленному воинству своего врага, численность которого составляла по меньшей мере от 5 до 6 тысяч человек. Грозный, черкесский кинжал и град стрел молча уничтожали всех несчастных казаков, оказавшихся поблизости, и до того как армия осознала близость столь большой опасности, она была атакована граном пули стрел, сопровождаемым самыми ужасающими воинственными криками, когда-либо издававшихся противникам, более напоминающими вопли фурии, чем боевой плич простых смертных людей. Уже сами по себе предостаточно, чтобы внушить страх любому европейцу, даже самому смелому, когда тут услышат их в первый раз. Тут он делает пометку. Я был заверен несколькими русскими офицерами, служившими в Кавказской армии, что этот ужасный крик, когда его слышали впервые, часто вызывал умопомешательство в их солдат. Он напоминает, как то я упоминал в моей предшествующей работе, крик шакала, преследующего свою жертву. Последствия столь неожиданного нападения могли оказаться значительно более губительными для русских войск, но благодаря храбрости и хранитровию офицеров с немало неусиленно удалось сохранить боевой порядок. Можно заметить также, что ради того, чтобы остаться незамеченными, они по этому случаю одеты были в ту же одежду, что и их солдаты. Русский командующий, следуя несомненно разумным соображениям и сознавая невозможность убить противника с его позицией, сделал попытку отразить их нападение лишь с помощью залпов своей легкой артиллерии, что позволило разве что удержать большой отряд горцев на почтительном расстоянии. Даже вопреки этому, несколько смельчаков, несмотря на строгий приказ своих командиров, не только кто там, кто здесь вступали в схватку в это время, с охваченными паникой войсками, когда тому представилась благоприятная возможность, но и продолжали преследовать и тревожить их в пути, покуда те через несколько дней не достигли Анапы, где произошло страшное столкновение между ними и объединенными отрядами матухайцев, темиргоевцев и шапсугов. И если бы не помощь гарнизона крепости, не прибытие крупного отряда черноморских казаков, чему мы можем добавить нехватку патронов и надлежащего взаимодействия черкесов, резня, несомненно, была бы просто ужасной. Хотя и без этого потери русских были огромными, так как с учетом числа дезерпиров из громадной армии, с которой генерал Вильянинов начал в моей кампании, пришли несколько тысяч и сбежали смертельных мечей горцев и не менее губительной дихорадки, что свирепствовало в его лагере. Конец. Десятый главы. Эдмунд Спенсер. Книга «Описание поездок по Западному Кавказу» в 1836 году. Ну тут, кстати, вот очень хорошо описан вот этот крик, клич так называемый боевой черкесский, который очень часто напоминают его во многих произведениях в Кавказской войне, но до конца передать его довольно сложно. Вот здесь он попытался как-то вот его описать хотя бы. У Эдмунд Спенсера, наверное, это впервые удалось. Ну и опять же второй момент очень важный. Использование лук и стрелы. Это как бы на минуточку 19 век уже, да, середина практически, и мы вот видим здесь, да, то, что до сих пор используется лук и стрелы. Оружие, которое считалось оружием уже престижа, то есть оно не использовалось фактически к началу 19 века черкесов, его носили в основном знать носило, да, как оружие именно престижа, знать, да, то есть презрение к огнестрелу такое, да, и уважение к древнему вот этому оружию еще, там, у предков. Янов, как в этот лук, в какой-то момент он такой, больше, ну такую роль не боевую я имел, а скорее для красоты носился, да, а тут вот активные боевые действия и нехватка действительно пороха пуль, она как бы возродила традицию плочного боя. Действительно, очень часто использовались, вот, знать о черкесской в этих боях, особенно как раз-таки вот на Западном Кавказе в районе действий Гелиеминова, Абинская линия Геленджей, Кот, Новороссийск, там часто использовались такие стрелы, ну, местность сама позволяла. Так, глава 11. Ислам Бея и Хаджи Бея, вождей племен, населяющих соседний Суджук-Кали районы и территорию Верхней Абазии, все из которых весьма пострадали во время недавнего столкновения с русскими в долине Суджук. Поясню, здесь мы видим имена конкретных вождей, конкретных, получается, вождей, а тех общин, которые окружались Суджук-Каля, то есть Новороссийскую бухту. Ахмед Али, Бейслам Бей и Хаджи Бей. Ну, Бей, это приставка популярная тогда была, как такая, отуреченная. Хаджи Ко, скорее всего, Ахмед Али, Бейслан Ко, наверное, был. А Верхняя Абазия, это, собственно, район, горный район проживания Шапсуга в Натухайте. Абазия называлась, потому что абазами тогда звали в том числе горных жителей, а не только одних абазин. То есть там мог быть любой, лишь черкесы, абазины, это жители гор. По их рассказам следует, что один из их собственных вождей, во главе нескольких сотен сородичей, активно преследовал отряд противника и совершил весьма трудный переход в Анапу через горы. Потом мы узнали, что это была уловка генерала, который после жаркой стычки с горцами сумел рассеять их и, дабы отвлечь их внимание от своей истинной цели, послал упомянутый отряд, надеясь, с помощью этой хитрости обеспечить безопасное прохождение через долину ЦМС, своей артиллерии и основной части своей армии, вместе с ранеными и больными. Его план, однако, в какой-то степени оказался нарушенным, так как генерал неожиданно повстречался с нашим сироскером, то есть главой отряда, который, если бы сохранил отборный отряд людей, их отправленных на помощь союзникам, расположившимся лагерям в ущелье Бакана, то, несомненно, способен был бы, благодаря превосходной позициям, занятым в немалой степени побеспокоить русские войска. Приближаясь к побережью, в разрушенных селах горцев, мы увидели повсюду опустошенные последствия летней кампании и все еще незахороненные тела русских солдат. По долине разбросаны штабели огромных деревьев, срубленных захватчиками, дабы образовать проход для переброски их артиллерии, а теперь используемых местными жителями в качестве временных фортификаций в их смертельной схватке, чтобы воспрепятствовать продвижению противника во внутренние районы края. Вся панорама действительно имела печальный вид, представляя собой территорию, что только что пережила ужасы вселенского пожара. Когда мы видим взволнованное состояние людей, оказавшихся в положении кавказцев, вовлеченных в войну за родину, за свободу, за жизнь, повсеменно побуждаемых в борьбе непримиримой ненавистью ко всему русскому народу, мы не можем удивляться, узнав, что немало числа раненых и отставших солдат, принадлежавших русскому лагерю, погибают от мечей своего безжалостного противника. Эта чрезмерная ненависть к русским проистекает не только, и не столько из какого-либо присущего им каважанного нрава, сколько из желания действовать в согласии с заповедями их религией, дабы следовать предсмертным предписаниям их отцов и приказам их старейшин. Их жены, друзья, короче, все, кого они любят на этой земле, или кто умер, но память о ком они чтят, призывают их к уничтожению тех, чьи мечи тысячу раз окрашивались кровью их предков. Мщение. Вот что имеет для них первостепенное значение. Никакое богатство не может купить их прощение, и никакая мольба не способна спасти их от возмездия. Кровь должна быть оплачена лишь кровью, ибо, когда погибает кавказец, сотни его товарищей дают клятву отомстить за его смерть. И пока эта клятва не исполнена их сердца, столь безжалостно, что не слышит никакой мольбы состраданий или человечности. Жаждущий мщение, нрав воспитывается не только поощрением со стороны их религиозных догматов, но и мнением, что не сформировалось, что каждый русский и неубитый умиротворяет своей смертью беспокойную душу какого-либо оплакиваемого воина, погибшего на поле брани и немогущего обрести его покой, покуда кровь его не отключена. Отсюда кавказец считает убийц своего врага поступком для него радостным, исполненным торжественной клятвы, данным при гибели его товарища по оружию, долгом признательности ко многим из тех храбрых воинов, в кои сражались и прилили кровь за свою родину. С подобными чувствами и молитвами, что руководствуется столь страшный противник, как кавказский партизан, несчастный русский солдат, которому приключилось попасть в его жестокие руки, почти не имеет шанса спастись, разве только благодаря вмешательству какого-либо вождя, который, поплуждаемый гуманностью или скупостью, восстановит руку своего сородича и сохранит за собой право распорядиться пленником. Многие, однако, избегают печального до себя исхода, выдавая себя за татар или поляков, коих кавказцы считают своими братьями по несчастью и вынужденными служить в русских войсках по принуждению. Но если под этим предлогом и сохраняется жизнь, смерть для них заменяется на рабство, ибо горцыны не совсем не доверяют за верением любого русского солдата относительно его пронадлежности, разве только какому-нибудь кавказцу или библицу не случится помочь установить истинность его утверждения. Эта осторожность стала необходима из-за необходимых неоднократных примеров, когда русские шпионы хотели таким вот образом усыпить их в билительность. Строгость русской блокады тоже приводила к тому, что кавказцы становились более обычного безжалостными к своим пленникам, так как мы не лишились пути, по которому прежде переправляли своих пленников в качестве рыбов туркам и персам, тогда как в настоящее время они могут их оставить у себя лишь в качестве земледельческих работников, и весьма вероятно, что многие из тех, коих они не могут с пользой употребить, оказываются убитыми. Несмотря на этот непреклонный дух обращения, впитанный кавказцами с ранних лет, несмотря на то, что этот дух переплетен с религией, обычаями и законом, мы часто можем видеть великодушного кавказского рыцаря и его сородичей, спасающими поверженного недруга от смертельной схватки какого-нибудь дикого животного. Поступок, которым мы можем лишь восхищаться, когда вспоминаем, что они при этом движены исключительно чувством сострадания, верением благородного характера. Пример черкеса в этом отношении народа, хотя и стоящего с тем низко относительно уровня знаний цивилизации, мог бы стать полезным для подражания некоторым европейским народам, кои кичатся знаниями и недостигнутыми и уровнями своей цивилизованности, кои хотя и проповедуют веру, что призывают к прощению за обиду и внушают всякое нравственное правило, способное благородить человеческую природу, все же в 19-м столетии совершили акты самого свирепого варварства, могущего быть постыдными даже для варваров. Каким бы жестоким ни было бы отношение большинства кавказцев из всякого племени к их противникам на поле брани, они проявляют в своих взаимоотношениях друг с другом, как и в общении с подданными любой дружественной им страны, столько гуманности, учтивости и добродушия, что и большинство самых цивилизованных народов Европы. Черезостранец, представленный по-доброму любому вождю, может путешествовать по всему Кавказу без малейшей для себя опасности или угрозы быть обиженным. Правда, мои наблюдения в связи с мстительным характером кавказского партизана не связаны в полной мере с черкесскими племенами, кои являются одними из самых цивилизованных, а скорее с их союзниками. Татарами, Лизгинами, Ингушами, Осетинами и другими племенами в отдаленных горных районах Блисово-Дикавказа и областях, расположенных на Каспийском море. Племенами более века воевавшими с Россией и серьезно пострадавшими от Евгнета. Необходимо также отдавая должное русским заметить, что они своей гуманностью и сдержанностью по отношению к жителям Западного Кавказа, если мы исключим их неправильное вторжение в этот край, по крайней мере лишили свое нападение всякого рода бессмысленной жестокости. Так как после того, как деспотичный Ермолов перестал быть командующим, на Кавказе уменьшилось и насильственное действие против комендантов или русских генералов. Страдания, грабежи и лишения все еще остаются неразлучными спутниками войны, хотя с большими стараниями делались попытки уменьшить их последствия. Подобно жителям любой одной страны, обитатели Западного Кавказа разделились во мнении относительно мира и войны. Немногие племена, населяющие побережье, страстно желают прекращения военных действий и даже готовы купить мир, но ценой признания себя вассала не самодержится. Но в этом они уступают числу жителей внутренних областей, самых влиятельных и могущественных, находящих свой интерес в продолжении борьбы, что материально обогащает. Кроме того, она представляет им возможность заниматься их любимыми делами, войной и грабительскими набегами, так как, находясь в безопасности в своих собственных горных твердениях, они могут открыто не повиноваться противнику и, пренебрегая его могуществом, не покоряться им. С другой стороны, те, кто живет на морском побережье, ежеминутно ожидая повторения военных действий, постоянно живут в страхе и настороженном состоянии. Несмотря на долгое продолжение войны и ежегодное вторжение на его территорию, население по собственным подсчетам местных жителей после заключения Адрианопольского мира в 1829 году, все же увеличилось и не в последнюю очередь благодаря прекращению сношений с турками, которые часто были виновниками привнесенной чумы, тем самым порождая даже большую смертность, чем русские мечи. Следует также отметить, что горцы редко нападают на противника, не будучи уверенными в успехе, и только в этом случае нападение осуществляется с такой решительностью и быстротой, что все русские войска несут немалые потери. И покуда солдаты успеют прийти в себя от шока, вызванного этим нападением, хитрые партизаны исчезают в зарослях, едва не потеряв при этом хоть одного человека. Действительно, атака черкесов, выседающих на своих стремительных, хорошо обученных боевых конях, исправедливо признанных людьми сведущими употреблением меча и ружья, столь грозно в своей безудерженности, что ни конницы, ни узкая пехота, что противостоят и не способны перед ней устоять. В отличие от европейцев, черкесы никогда не воюют развернутым строем, а группами одновременно из 20-ти или 30-ти человек, обычно нападая врасплох на противника и привожая его днем и ночью во время выдвижения походным порядком. Завершив атаку, они рассеиваются, затем сосредотачиваются, и в то время как вымотанный враг решает, что они уже ускакали, вновь-то падают. И так как они абсолютно уверены, что тотчас же убьют или ранят тех, никого нападают, всегда используя хорошую для себя позицию, то эти обстоятельства в сочетании с их отчаянной храбростью и стойкостью превращают их, вероятно, в самых грозных соперников, что можно было бы встретить в какой-либо стране. Хотя описанная нами боевая система является обычно применяемой черкесами, часто они следуют иному плану, по-моему, зависящему от местной природы и паники, которую они могли бы произвести в рядах противника, который никогда не может положиться на свои действия. Но и в всех приемах введения войны они особо хороши в преследовании, так как, окажись противник во время своего отступления в малейшей степени в замешательстве, сильный отряд этих партизан на прекрасных конях способен разбить целую армию. По одному из предписаний, объединенных племен Западного Кавказа, каждый вождь, входящий в этот союз, обязан привезти с собой в лагерь не меньше 500 хорошо вооруженных людей из-за своей области, получая за это право на любую часть добычи, захваченную во время их походов против русских. Такова у кавказцев алчность, столь острое к желанию завладеть долей военной добычи, к чему мы можем добавить их страстную привязанность к войне, что все это побуждает действию целой племена не только в отдаленных областях Западного Кавказа, но и в восточных округах, которые до сих пор оставались довольно миролюбивыми. Даже соседние казаки и татары стали дезертировать в большом числе к черкесам, так как этот народ, будучи политическим мудрым, гарантировал свободу, земли и равные права каждому казаку, татарину и турку, кои примыкали к их знамени и клялись подчиняться их законам и обучиям. Главным образом, эти дезертирства и недавние поражения русских войск на Кавказе и побудили императора Николая посетить эту часть своих обширных владений. Но любое усилие русского правительства удержать беспокойных казаков и татар в качестве верных подданных ни к чему не приведет, покуда Черкесия остается независимой, а их вожди продолжают честно исполнять свои обещания, ибо эти воинственные орды предпочитают кочевую, грабительскую жизнь кавказских партизан, а не войсковую службу с предписанными ограничениями и русской военной дисциплины с раболепной покорностью. Успех горцев в их походах должен был быть очень значительным, коль почти каждый кавказец, начиная с князя и заканчая христианином, захватывал при успешном исходе нападение на русских немалую добычу. Предметы одежды, огнестренное оружие, золотые часы и платные таблетки составляют привычную военную добычу, что добираются у солдата и путешествующего купца, тогда как большая военная и торговая вот кавказская дорога, будучи путем доставки русских изделий в Грузию, часто даруют в виде богатых наград качующим отрядам партизан, наводнившим эту часть кавказа, фики, прекрасные одежды, шелка, муслим, хлопчатую бумажную ткань, а благодаря этому в защитной степени снабжают их прекрасным женским гардеробом. Действительно, до сих пор Россия во всех отношениях терпела на Кавказе поражение, так как кроме расходов, что она несла год за годом, неисчислимые были и ее человеческие потери. Несмотря на то, что она дорого заплатив и владела немногими жалкими квартами на побережье моря, мы все же не должны забывать об ущербе, нанесенном ее репутации из-за различных неудач, что испытали ее войска в своих походах против горца. Неудачку в последующий период могут побудить уроки персов сопротивления, показав им, что им грозный противник не столь непобедим. Глава единственная закончилась, причем закончилась, как видите, какими-то странными размышлениями, когда логически спонсор перескакивает с позиции какой-то страны. То есть он сначала вообще преуменьшает российские достижения на Кавказе, а где-то наоборот преувеличивает. И такое неустойчивое у него умение, прыгает периодически. Видно, что эта книга, видимо, писалась не сразу. То есть от головы к голове проходил какой-то первый период времени, у него немножко как-то менялось мнение. И сложно сказать, почему именно так, что на него влияло при этом. Итак, глава 12. Рассказывая о подробностях моего путешествия вокруг Черного моря, я попытался в какой-то степени ознакомить моих читателей с расположением Суджук-Кале. Но так как недавние события придали этой бухте более чем обычный интерес, возможно, в данный момент достойным внимания будет некоторое дополнение, касающееся ее окрестностей. Я уже констатировал, что Суджук-Кале расположен в 30 милях к юго-востоку от Анапы, имея, однако, во время второго моего визита возможность с большей точностью изучить прилегающую местность. Я обнаружил, что расстояние по сути не превышает 25 миль, так как в этом случае нам не приходится, плывя вдоль побережья, делать обязательно небольшой крюк. Это великолепная бухта, приблизительно 8 миль в окружности, благодаря большой глубине своих вод и великолепной якорной стоянки и защите от министовых обетров, превосходным образом приспособленным для торгового пункта или военно-морского порта. Она полностью закрыта, за исключением одного места, которое, если будет признана целесообразным, может быть легко укреплено дамбой. К востоку от бухты цепь незащищенных от ветра холмов, изброжденных бесчисленными ручейками, постепенно снижается с высоты приблизительно 100 футов к длинной линии каменистого берега. К западу холмы менее высоки и большей частью покрыты лесом, но и тоже мало-помалу уменьшаются по мере приближения к морю. Столь полная эта гавань со всех сторон защищена, что осматриваемая в северо-западном направлении, она более выглядит озером, чем бухтой. Черкесия на своем языке называют это место Дзугоцук-Кален или Машинный замок. Это очень интересная такая топонимическая какая-то заметка, впервые упоминается единственный раз только у Спенсера. И при этом он ее явно как-то криво переводит. Ну Кале понятно, это крепость, городок, да, там. А вот Дзугоцук, вот что такое, и как это он перевел, это прям интересно. Я не встречал ни разу никакой версии. По причине огромного количества полевых мышей, как он пишет, заполонивших участок в непосредственной близости от него. Крепость Дзугоцук-Кале была, несомненно, очень древней, будучи упомянутой в самых ранних записях генуэзских и венецианских мореплавателей под названием Порту Сакко и Порту Цурцухи. А некоторые писатели также считают, что она является синдикой, упоминаемой древними писателями. Ну тут он уже путается, в то время эта синдика была еще неизвестна, синдика это Анапа. Форт, расположенный к западу от бухты, недалеко от моря и прежде занятый турками, но не представляет собой лишь бесформенную груду руин. Судя по особому производству некоторых кирпичей и прежде всего по превосходному качеству цемента, первоначальное сооружение должно было быть воздвигнуто в какой-то весьма далекий период. То, что турки в современные дни добавили к строению немало своего, абсолютно очевидно благодаря большому числу глазурированных голубых, зеленых и белых кирпичей, нами обнаруженных, а также благодаря той части цемента, что является разновидностью глины, встречающейся в окрестностях и полностью отличающейся от всякой иной. Внимательно исследовав руины первоначального фундамента, я склонен был заключить, что это строение являлось обычным укрепленным замком, скорее европейской, чем азиатской конструкцией, и, вероятно, созданным генвесцами в их самые успешные дни. Местные жители соседних холмов ныне используют эти кирпичи, выкладывая дно своих каналов, кое они весьма изобретательными проводят от большой реки Корчужки, и образуют резервуары, с помощью которых гарантируют подачу воды своему рогатому скоту во время большой летней засухи. Эти руины в некоторой степени опасны для следующего их любителей древности, из-за большого числа змеи мирят Таррантум и других ядовитых присмыкающихся, избравших их своим местожительством. А заметьте, это место, это новороссийский сегодня сквер, вот этот, Малая Земля, памятный сквер большой с музеем, Малая Земля, это вот как раз Ютуб Калей, бывший, где Эспенс Регулял в 1836 году. Ну тогда там еще были видны остатки, сейчас конечно нет. И утверждением перед лицом самой наглядной очевидности обратного, а именно, что она все еще владеет им фортом и продолжает держать в нем свой собственный военный гарнизон. Что еще хуже, это ложь, но не глава основного официального заявления графа Ньюссель Роды и его превосходительства графу Дюркхену, и к несчастью, оно было принято его светлостью с полной уверенностью в правдивости его дипломатического оппонента. И на этом преднамеренном искажении, искажение редко встречаем даже в аналог государственных интриг, было основано решение к моему, коль мы пришли министров его величества, относительно захвата судна Виксен, пронесенного в жертву чести Англии. Судна Виксен, это судна, на котором первоначально плавал Джеймс Белл с контрабандистами, она была захвачена, арестовали и экстрагировали в Османскую империю, о чем очень сильно Джеймс Белл возмущался, и как раз потом он повторно нарушает все эти карантины, карантины и то, что за него была награда объявлена в России, скажем, пюре. Он пробрался в черте, особенно целых три года пробрал книгу Джеймса Белла, в свои воспоминаниях, можно сейчас, в общем-то, купить без проблем в книжном магазине. Так, то, что его... Иногда я смотрю по эфиру паузы, потому что эфир перегружен, карантин, как вы понимаете, особенно в Краснодаре, сейчас все засели по домам, потому что выйти уже нельзя. И фейсбук и инстаграм начинают немножко так проседать. Ну, если что, будем паузы делать. Покидая руины прежде величавого замка Суджук-Кале, я объехал вокруг большой бухты и пролегающей долины. Невозможно вообразить себе более печальной картиной, чем та, что предстала моему взору. Не было ни одной деревни, ни близнего, ни на многие мили, которая не была бы грудой чернеющих руин. И таковым было разорение, совершенное русской солдатней, что мы не смогли добыть хлеба для самих себя и фуража для наших коней сверхскудной травы, что представляла вершина горы. Едва ли здесь была семья, коя не оплакивала утрату какого-либо близкого друга или родственника. И столь неравной была схватка, столь всеобщим было чувство, что смерть предпочтительное рабство, что даже многие женщины решили вступить в армию и храбро погибали, сражаясь рядом со своими отцами, братьями и возлюбленными. Столь же прискорбно изменилась картина про нестоль, какой она представила во время моего последнего пребывания в Суджиколе. Конечно, все еще оставалась красивая, радостная и спокойная бухта, но сверкающий лагерь, радостная толчья красивых юношей, сколь не я каких-то несколько месяцев назад общался, звуки шумного веселья и радости, все это растаяло как призрак. Сколько этих храбрых душ встретили свою преждевременную погибель за этот краткий промежуток времени, известны лишь России, ибо ее официальные органы печати не сообщают о гибели множества людей на Кавказе. Так завершилась кампания 1736 года, приведшая лишь к тому, что еще более усилила озлобление черкесов против их бесчестных захватчиков, увеличила число потерь среди несчастных русских солдат, и истощила государственную казну в нелегко восполняемую в такой стране, как Россия. Бедный генерал Елиминов, он должен был противостоять не только отчаянной храбрости горцев, но и плохой погоде, поскольку полностью разгромить местных жителей близ Суджиколе и, надеясь в результате стать назимной квартирой в бухте, он обнаружил свои планы расстроенными обстоятельствами, над которыми был невласти. Осенние дожди начались необычно раны, сопровожданные столь сильным ветром, что тот раскидывал флотилию кораблей под командованием адмирала Пан Ленотти, который вынужден был обратиться на свою зимнюю якорную стоянку в Севастополе, в результате чего генерал лишился поддержки военно-морского флота. В добавок к этим несчастьям, ЦМС, не более чем речушка летом, вздулась до такой степени, что затопила окопы. Все это вкупе с нехваткой провизии и чумной дохорадкой, косившей его войска, побудило его в реке его намерением оставить свои казармы и пробивать себе дорогу в Анапы, не имея другого выбора или позволить своим людям умереть от голодой болезни, не говоря уже о невозможности оставления войск в их временном лагере, незащищенном от безжалостности кавказской зимы, ибо столь беспрестанными были военные действия горцев, что его люди не имели возможности воздвинуть бревенчатые дома. Вероятно, не было ни одного прежнего периода в ходе войны, когда бы военные действия горцев сопровождались столь многими яркими успехами, как в этом году, не только в западной, но и в восточной части Кавказа, где русская армия, именуемая грузинская, под командованием генерала Розена, в равной степени переживала неудача. Конец главы 12. Тут вот спрашивали про турков, которые остались тут. Честно говоря, я не припомню ни одного какого-то достойного описания о турках, которые бы остались там. Все, что я знаю, большинство турок предпочло все-таки в конце русской войны, последний берег перешел в русские владения, они ушли, они в Турцию все вернулись. Как это и в Абхазии было, почему Сухум-Кале после перехода в русскую, под русскую власть, он очень быстро захерел, там, ну, как бы сказать, наполовину город в руины превратился. И заболочен был, малярия была сильная. Потому что большая часть населения Сухум-Кале при турках, ну, не то, что при турках, а вот в тот период, османский такой, да, там же большая часть вот этого активного населения было все-таки турки. Абхазы предпочитали все-таки не в городе жить, а вокруг города, да, в сельской местности. И когда пришли русские войска, все это мусульманское и турецкое население ушло, и город просто резко обезлили. А тот гарнизон русский, который там стоял, он не, как бы, ему не нужен был такой большой объемный город, и он не мог его, скажем, поддерживать в надлежащем виде, так что быстро каналы заросли, заболотились, там, здания начали улучшать, рушиться, и очень печальная картина на стороне, как же и тут. Вот. О турках на побережье я знаю только тех турков, которые возвратились. Если мы не говорим о христианах, ну, скажем так, армена, греках. Конкретно турки, это, ну, это скорее явление единичное последних лет. Десятилетия, точнее. Так, глава тринадцатая. Человек, от которого я заполучил всю ту милость, коей может быть осыпан чужестранец. Самозабвенно преданный делу своего отечества, имна Аслан Гирей, прозванный Бахатыром. По причине своей необычной силы и роста, даже если он не обладает военными талантами, необходимыми большому командиру, во всех смыслах готов к трудной обязанности партизанского вождя. Крепкий в телосложении, умеренный в привычках, питающийся исключительно хлебом и кислым молоком, чрезмерно храбрый и хитрый, до аскетизма нравственных в своих манерах и поведении, он предстоит в глазах своих последователей человеком святым, а его приказом, каким бы тем ни являлись, все слепо повинуются. Этот храбрый человек происходит из рода Асланбека, одно время наводившего ужас на русских. А по женской линии Довлет Гирея, претендентный на крым-татарский трон. Понимаем. А тут он сносочку делает. Во время царствования после свержения с престола слабоумного Сахин Гирея, последнего хана, крым-татарии, коего Эпитерина возвела на трон вопреки желанием татар, а затем свергла сама, узурпировав верховную власть. Довлет Гирея, соперник и законный хан, предпринял несколько безуспешных попыток лишить русских права владения Крымом. Пылкий и предприимчивый в своем нраве, любимый своими соплеменниками и поддерживаемый атаманской портой, он вполне мог бы противостоять менее могущественному сопернику, но одержала победу превосходящая мощь России. Терпя поражение почти в каждой схватке и потеряв своих последователей, он отступил в горы на южном побережье Крыма, где странствовал, как изгнанник, подобно претенденту на трон в Шотландии Карли. И хотя русское правительство предложило большое вознаграждение за несчастного князя, к чести татар, те, как и храбрые шотландцы, продолжали защищать и поддерживать своего несчастного монарха, покуда тот не бежал на Кавказ, где вскоре собрал трет сторонников, которые под командованием такого вожака долгое время продолжали предавать огненничею территорию своего непредимого врага. Продолжаем. Его влияние весьма значительно среди всякого западного племени черкесов, а также среди поселившихся на западном Кавказе татар. Если он столь удачлив, что ему удалось спастись от русских пуль, то он окажется, может быть, в том я сильно ошибаюсь, одним из самых опасных врагов, коих правительство страшится на Кавказе. Хотя он достиг высокого чина в турецкой армии, грелся в лучах рестивого фавора, но не удовольствуется жизнью самого обычного сородича своего племени, и среди прочих добровольных мишеней обычно подменяют матрац и одеяло чалукой, а подушку седлом вместо богатых диванных подушек, ибо на Кавказе самоотрещение является высокооценимым добродетелем. Со времени своего возвращения в Черкесию он немало поскорствовал возбуждению врожденных чувств в горцах и руководил их военными действиями. Его врожденность красиво удвоилась тем обстоятельствам, что он оказался в положении изгнальника, Кабардая, его родной край, на часть которого его предки имели права с незапамятных времен, была подчинена России, земли ее были захвачены, племя ее рассеяно, где принуждено признать верховную власть завоевателя, в то время как он сам и его семья скитались, подобно беглецам или по Турции, или по Персии. Когда война на Кавказе приобрела более серьезный характер, он бежал из Турции в сопровождении нескольких иных султанов, потомков татарских вождей, чьи племена были рассеяны или приведены в покорность непрекращающимися попытками России расширить свои границы. Черкесия же стала домом для всякого, кто спасался от русского диспотизма, будь то казак, поляк, турок или татарин, а ее недоступные ущелья предоставляли ее храбрым жителям безопасных длинных убежища и возможность ввестить в рву их родину. Татарские князья на Кавказе обычно носят титул султана, но наш кабардинский, будучи сам черкесом, вскоре был избран племенем, населяющим территорию, омываемую речкой Антхир в провинции Шапсудия, военным руководителем, а объединившимся в союз с вождем одним из серостеров, чьи обязанности я уже описал. По правилам гостеприимства, каждый черкес обязан относиться самым внимательным образом к своим собратьям по конфедерации, но долг вождя по отношению к чужой странцу, оказавшемуся под его защитой, строго исполняется согласно общепринятому обучению, даже с риском для жизни. Не только вождь обязан защищать гостя, но и все племя его должно разделять от ответственности по его охране. Поэтому чужой странсть в Черкесии, наделенной такой защитой, становится объектом самого большого интереса и внимания со стороны всего племени, так как в случае его убийства или даже получения самого малого интересного повреждения, за это преступление будет вестись месть, покуда хоть один человек из этого племени способен носить оружие. Более того, согласно укоренившемуся обычаю, среди этих людей обязанности вождя покорителя не ограничиваются обеспечением безопасности жужу странцу во время его пребывания в племени, так как вождь в равной степени обязан пресекать всякую угрозу для него во время всего его нахождения в крае. Поэтому гостю никогда не позволяется отправляться в путь, не заполучив достаточную охрану, а обязана передать его невредиму следующему клену конфедерации, который становится таким же образом ответственным за его безопасность. И так чужой странсть переходит от одного племени к другому, покуда не пересечет границу, в то время как каждый эскорт обязан предоставить своим вождям и старейшинам строгий отчет за оказанным им доверие. При моем отъезде из-за беспокойного положения в крае и в особенности из-за того, что путный Пшаду лежал близ русских фортов Илужика и Абина, мой кунак с несколькими сотнями своих последователей сопровождал меня до пристожительства Махмуда Индара, вождя маленького племени, уже мной упомянутого при моем приезде на Кавказ, находившегося близ бухты Пшада. Среди наших охранников было несколько родственников и последователей Пшадского князя, и так как те были хорошо вооружены, и на конях едва ли приходилось бояться врожденные действия со стороны русских гарнизонов. Кроме того, последние никогда не пытаются покидать свои крепости, разве что крайняя нужда не заставляет их впуститься на поиски провизии. Наш путь Пшаду один день езды верхом с небольшими изменениями оказался тем же, что я уже описал в моей предшествующей работе. Он лежал между этой бухтой и долинницей Мес, или Тхумус, как татары его называют. Он также был лишен случайных происшествий и рисков. Относительное затишье сменило шумное возбуждение войны. Горцы возвратились после летней кампании в свои села, и их отары и стадаты, ждя отведенные безопасности ради Нагорной вершины, вновь паслись в ненарушаемом ничем спокойствии на покатых холмах. Женщины тоже возобновили свои разные обычные работы на полях, окруженные своими шаловливыми детьми. Короче, все напоминало восстановленный мир, по крайней мере, на какой-то промежуток времени. И создавало вполне красивую картину, демонстрируя все те узнаваемые черты, что могут передать очарование постаральной жизни. Вместо того, чтобы двигаться в северном направлении к форту Абин, как это мы сделали в ходе моей прошествующей поездки, мы держались ближе к морскому побережью, где соседних холмов полностью обозревали и море, и форт Геленджик, в то время окруженный небольшим лагерем казаков, кои в своих временных караульных помещениях, сделанных из веток деревьев и осоки, наслаждались в это время осенним солнцем и своей любимой водкой. Несколько наших сумасбродных парней, скорее забавы ради над русскими солдатами о непрочинении вреда, несомненно, желая продемонстрировать более степенным своим друзьям свою сноровку, имя обретенное в партизанской войне, прокрались незамеченными, подобно змеям, ползущим по траве, к часовой, и забрапали их градом стрел, примитив эти группы пьяниц, как можно стремительно отступить. Если бы не тот факт, что один или двое из этих бедняк упали замеркло, мы могли бы иметь достаточный повод для веселья, в виде как через минуту разлетелись бутылки с водкой, в то время как сами пьяницы даже не пытались выхватить свое оружие, бросились в суматохи форт, как если бы страшились с минуты на минуту оказаться в захваченном лавине. На этот фамильярный салют гарнизон ответил своим, правда не имевшим их последствий, кроме нарушения тишины леса и его тяжелыми отзывками. Действительно, они столь же успешно могли послать крупный кортечь в морские глубины, ибо наша позиция на высотах исключала какую-либо для нас опасность. А что касается виновных в том юноши, то будучи на своих быстрых боевых конях, они почти тотчас же исчезли в тайниках леса. По мере того, как мы продолжали наш путь, каждое село и деревушка становились для моих храбрых спутников местом торжественного въезда победителей. Их славили старшие, гладили молодые, а там, где они останавливались, на них сыпались угощения. Но лишь по приближению к довольно маленькой хижине или скорее скоплению хижин, принадлежавших пшатскому князю, местодействие обнаружило весьма характерную особенность простых протериохальных обычаев черкесов, кое никогда не изгладится из моей памяти. Похоже, что в этой части Западного Кавказа распространен обычай по окончании кампании кременфально встречать всех родом своих возвращающихся домой вождей. Всем родом. И сейчас я являюсь свидетелем данного приветствия сынов пшатского главы рода. Когда кортеж воинов вступил на княжескую землю, он был встречен большим числом девушек из соседних сел и деревушек, разбрасывавших на их пути витки деревьев и цветы. Тогда как старики и женщины группами просили, вознеся руки у бога благодеяния для храбрых защитников независимости их родины. В это же время песня Барда и мелодия Бенестреля стали прославлять их подвиги и призывать несчастья на их бесчестных захватчиков, в коих они приемили множеством эпитетов, по моему разумению, являвшихся в честь русского солдата скорее поэтическими, чем истинными. Среди прочих они назывались подлыми трусами, которые всегда сражаются лишь по защите укреплений и пушек. Нежная встреча со своими женами и семьями была вознаграждением этим стойким воинам за вынесенные ими лишения, за встреченные опасности. А убеждение в том, что завоевана, по крайней мере, временная передышка от тяжких трудов войны, придавала ощущение уверенности и безопасности их веселья. Однако, именно Махмуд, сам старый князь, привлек мое внимание. Ему было, как в том меня заверили мои спутники, около ста лет. И я весьма сожалею, что невозможно передать словами хоть в какой-то степени верное представление о внешности этого доблестного старого воина. Несмотря на то, что годы избороздили его выразительное лицо глубокими морщинами и убилили с сединой его испадающую бороду, глаза его еще светились юношеским огнем. И хотя его истощенная фигура несла на себе печать скорой смерти, стоял он прямо и твердо и был столь же полно вооружен, что и самый юный воин его племени. И как-то можно предположить, в крае, где старость более почитаема, чем в самой цивилизованной стране в Европе, авторитет этого главы пшатского рода был огромным и сильным, как среди его собственного племени, как и среди соседних вождей. Но встретили в доме Махмуда несколько вождей из верхней базы. Его престарец накрыл для них очень щедрый стол. В большом количестве подверглись убою овцы, птичий двор лишился почти всех своих обитателей, в то время как молочные продукты и мед щедро расходовались в приготовлении всякого малого наслаждения, которое кулинарное искусство его семьи не могло бы создать. В дополнение к этому, из сотен бурдюков вылито было очень приятного вкуса вино, так как по этому случае даже самые строгие отказывались от своих аскетических привычек и предавались веселью и наслаждению. Это было торжеством людей в честь их военного успеха ради примирения враждующих вождей с целью укрепления и укрепления издевления племени. Песня Министреля повествовала о радости и надежде и закаленные воины, на которых время пролило свою мудрость, призывали в торжественных речах своих последователей сохранять единодушие на своих военных советах, действовать мужественно в сражениях и нести погибли к захватчикам. Эти речи сопровождались шумными возгласами присутствующих на звоном сотен лечей. Будет, вероятно, делом излишним распространяться по поводу воодушевления этого интересного народа, по поводу его смиренности и неумеваемости посреди столь многочисленных лишений и опасностей, ибо мои представления могут оказаться в высшей степени преувеличивыми, а они не пристекать изъявного неравнодушия к делу черпецкой независимости. Пусть однако в заключение тех, чьи симпадии не выходят за пределы их русского круга будут таковыми, каковыми они могут быть, но во время моего краткого визита на Кавказ я сильно полюбил этот мужественный народ. Всеми уважаемый как крупный стамбульский чиновник я лишь влюблялся в этом своем мнении. И действительно, как я мог не любить таких людей, кое-стрепетом дожидалось моего возвращения и предлагать скромных усилий для поддержки покуда вражеский русский солдат сохранял их землю. Я никогда не позволял моему политическому пристрастию, так как путешественник не должен его иметь, влиять на мои представления как о странах, так и об их жителях. Я могу, однако, сказать, что я не одобряю ни восстания, ни республиканизм, ибо долгий опыт и личные знакомства с каждой формой правления убедили меня, что управляемая монархия, кое-как счастье мы имеем в Англии, более всего отвечает интересам народа, утверждению социального порядка, сохранению снов морали и, короче говоря, гарантированию благ цивилизованной жизни. Ни одна строка поэтому на этих страницах не была бы посвящена делу черкесов в борьбе с Россией, сколь многое не навидел бы деспотизм, если бы я придерживал сомнения, что они являлись подданными, которые с оружием в руках восстали против своей законной власти. Нитик. Опять рекламка пошла Англии. Нынешняя патриархальная форма правления в Черкесии превосходно приспособлена к постоянным потребностям непартизательных своих обыкновенных людей. Но когда проходное, судохвостное торговля приведут к знакомству с новыми потребностями, ее должен добавить с пороками цивилизации, то весьма вероятно, если они не окажутся под властью деспотичной России, их страна станет жертвой внутренней вражды. Схожей с той, что столь долго расстраивалась, затем разрушала и в конце концов привела к порабощению Польши. Разве только какой-нибудь великий и влиятельный вождь не провозгласит себя правителем и не установит монархию. Событие совсем немаловероятное. Если бы результатом подчинения России стали какие-то блага для коренных жителей Западного Кавказа, какое-либо улучшение в их социальном положении, схожее с тем, мы могли бы в какой-то степени примириться с их судьбой. Завоевание Англии в Индии действительно стали благом для отсталых жителей. Ее не суровое правление, справедливые законы и цивилизованные институты пролили яркий свет на сотни миллионов признавших их господства в этом обширном регионе, окончательно установлено в большей степени промыслом Божьим ради его добрых намерений а не посредством политического взрыва мысли или вооруженной силы. Иначе дело обстоит с Россией и ненасытные регионы, ведомые большей частью безденежными и беспринципными авантюристами, шли вперед и завоевали с надеждами грабеж, как главную свою цель и насаждение с помощью штыков разновидностей религии испорченной суверными и бессмысленными обрядами. Склонен более к поощрению пороков безвратственности, нежели к распространению благородных истин нашего Божественного Учителя. Ох. Конечно, день возбедия не должен быть далеким, если Европа молчаливо санкционировать акты стальюзопиющего беззаконника из-за воевания Кавказа до Божьей воли в конце концов сокрушить тех, кто было до разорвления нищеты и его несчастных жителей. Но возвращаемся к почтенному вожду. Тут он делает пометочку. Следующая после моего посещения Черпесию лета Пшада была захвачена русскими, начавшими строительство форта и торговой пошлини, составлявшие главный доход белого князя, но не увеличивают казну северного самодержца. Бедный старый Махмуд, сколько сильно я восторгался твоим мирным пристанищем, красивой речушкой, что звучала за твоей дверью, гигантской липой тобой посаженной, солнечными склонами величавых возвышенностей, покрытых стадами и отарами, мужественными юношами твоего рода, красивыми дочерями твоего дома и маленькими развощокими херувинами, что взывали к твоему прадеду. Но, увы, в этом тревожном мире с чистолюбивым соседом, потом на голодному волку, рискующем без пастбища, едва ли ты или твоё храброе племя ожидали, что суровой зимой вы попинете свой дом. Бегрец, странник, оказавшийся в цитаделях своих родных гор. Более не будут твои скромные хижины открыты для приема усталого путника, более не будет твой двор с ривами оглашаться эхом песен во время ошумных весельях и проржественных пиров, кнут и плеть сменят укоры почтенного старца и через недолгое время храброе племя превратиться в рабов деспота, выродиться из храбрых настоящих трусов, простых левосеков и водоносов для их завоевателей. Несчастный Махмуд, тяжка действительно твоя доля, проведя сотню зим в качестве сына вождя и главы своего времени, вскоре ты и надеяться не сможешься в этом горестном мире остаться на земле, в доме своих предков, как глава своего рода бремени мудрец. Сколь счастливее были бы твои последние минуты, если бы ты продолжал жить свободным вождем. Но нет, бедный старец, если ты и выжил во время твоих несчастья, иной дом должен стать твоим пристанищем, твоей могилой и будет чужая земля. Ну, в общем, как видите, да, его сносят периодически, во-первых, на рекламу Англии, своеобразное такое размышление, но таков уж Спенсер. Так, вот сейчас пишу, что закончится эфир, в общем, переподключайтесь, еще продолжим, еще почитаем, и потом дальше продолжаем. Эдман Спенсер, глава 14. Поехали. Тут про Шапсугию будет много. Коль я теперь собираюсь покинуть область Шапсугию, вероятно, небезынтересными в целом могут оказаться некоторые дополнительные частности, относящиеся к характерным признакам этой местности. Вся обширная территория, граничащая с Эфксином, в данном случае мы имеем Чёрное море. От земель пшатского князя до Анапы населена шапсугскими племенами, самыми могущественными и самыми многочисленными из всех черкесов на Западном Кавказе. Этот в высшей степени благодатный край не может быть превзойден по всей яркой красоте любую областью, которая, подобно шапсуге, не рассчитывает среди своих примечательностей высоких замков, огромных озер и величественных гор. Прекрасные возвышенности, большей частью покрыты великолепными деревьями, дубом, буком, липой. Все, что относится к лесу, здесь достигает размеров редко равных и никогда не превышаемых в Европе, тогда как самшит и можжевельник имеют высоту и пышность почти неправдоподобные для европейцев. В дополнение к ним, в огромном изобилии имеется тутовое дерево, каштан, олива, гранат и другие дикорастущие в этом благодатном крае фруктовые деревья. Мы можем также присислить к ним опунцию, черешню и кислую сливу, столь редко встречаемую в Европе. В этих районах также имеется виноград, хмель, всякого рода растения-паразиты, вьющиеся от дерева к дереву от крыши к крыше, образуя самые восхитительные аллеи, увитые зеленью. Ивы с красными надлевидными листьями, получие кумами, и в разных видах и оттенках украшают берега речек, гигантские чертополохи с их многоцветием, лопухи, дикая добивая, и растения достигают здесь своего совершенства. Та же побережье моря богата самыми интересными морскими растениями. Здесь не буду, он даже непереводимо перечисляет их. Название на латыни столь ценным для коженника вместе с галлом кои тоже в изобилии и корой белой березы, образующими товары прибыльной торговли с Турцией. Масло, получаемое из дубильной коры березы, не ценится турками выше, чем сама дубильная кора. Сила того, что это масло со своими целевыми качествами, применяемое в излечении ран, образует важную добавку фармакопеи нынешнего восточного врача. Некоторые западные писатели предполагают, что она-то являлась знаменитым бальзамом, что использовал султан Саладин во время войн с крестоносцем. Следующей по важности после величавого дуба мы должны поставить дикую вишню и липу. Здесь он сделает сноску и всех иных деревьев, связанных с сельским хозяйством, самым полезным является вероятно липа. В России ее свойство столь хорошо известно, что мы видим ее растущие в каждой деревушке и в каждом селе, что владеют землями для произрастания зимних деревьев. Из липы изготавливается не только мебель, но и разнообразная домашняя утварь. Веревки и циновки производятся из ее внутренней коры, тогда как ее душистые цветы не только наполняют благоухание в воздух и дают пищу пчелам, но и позволяют получить приятный питательный отвар для больного. В то же время молодые нежные подвиги смешиваются с коровом до скота в разгар зимы, будучи весьма приятными и вкусными для коров и быков. Я уже не раз упоминал в своих предшествующих работах об этом столь весьма полезном дереве, желая этим самым поспособствовать его культивированию в нашей стране, так как независимо от его полезности оно декоративное и может стать украшением почти всякого парка или места для гуляний в Германии. Липа последняя особенно полезна для черкесов, так как пчелы при ее цветении производят превосходный зеленого цвета мед, бюшистый и восхитительный по вкусу, утонченность которого очень высоко ценится богатыми гурманами Константинополя и Тегерана. Чтобы обеспечить его хорошие свойства, мед заранее переносится изулия на меняющийся свой оттенок цветы. Сосна и другие деревья, что пышно растут на высоких европейских вершинах, здесь встречаются редко, даже в самых возвышенных местах, но на холмах и среди богатых трав, на склонах выступах в изобилии растут черника, малина, черная смородина, клюква и несколько видов земляники. Вид этих высоких горных репетов необычайно красив. В перемешку с широко распространенными лесными деревьями любых пород мы обнаруживаем разнообразные кусты карликовых платанов, вязов, а рядом с тополями иву и черную ольху, что огибают извилистые речушки. В дополнение к ним эту буйную картину, редко встречаемую вне Кавказа, дополняет вкупе с многочисленными растениями гранат, тутовое дерево с черными, белыми и фиолетовыми ягодами. Кроме большого числа редких растений, столь интересных для ботаника, много таких, что годных для кулинарных целей, особенно репень и разновидности хрена, повсюду встречаемые здесь векорастущими. Последнее растение, именуемое местными жителями баттерганом, столь огромного размера, что напоминает небольшое дерево. Корень часто достигает диаметра 6 дюймов, а в длину ярда. Его едят с мясом в качестве приправы. И даже если в нем нет остроты нашего хрена, его преимущественно является в том, что цветы его будучи сваренными ничуть не уступают брокколи. Дикая морковь, репа, тыква, репчатый лук, дыня, огурец тоже входит в список растущих здесь овощей. К ним мы можем добавить еще одно растение, коему я должен дать немецкое название брюква, разведение которого в Англии может быть весьма выгодным. И так как брюква родом из Южной России, она в большом количестве имеется в некоторых числах Германии, ничто в нашем климате не может помешать ее культивированию, обладая в равной степени свойствами репы и капусты, она не может не стать заслуженно популярной. Судя по особенно превосходному вкусу огурца и разных сортов дынь, превосходящих друг друга в качествах своих, можно было бы сделать предположение, что все не родом из этой части Кавказа. Однако, несмотря на их приятный вкус, излишнее их потребление неизбежно вызывает лихорадку, тем более у чужестранцев. Из арбузов самым лучшим полезным тут сортом, у которого темно-красная мякоть и очень маленькие семечки. Некий фрукт Соланум Меллон Ге столь часто встречаемый в Азии здесь культивируется в большом количестве и обычно жарится на масле и потребляется с мясом. Большое число обычного рода дендрона растет и в более возвышенных местах. И как я то ранее отмечал, из-за большого внимания оказываемого на разведение пчел цветы этих растений очень высоко ценятся, ибо они придают меду топьянящие свойства, о чем много ксенофон, страбан и другие этичные авторы. Даже малое количество этого меда, смешанного с водой, образует напиток, способный вызывать опьянение наравне с самыми крепкими спиртными напитками. Казаки, живущие на берегах Кубани, кои подобно русским мужикам не славятся трезвостью, проявляют к нему такое сильное пристрастие, что дабы достать его, они не колеблюсь обменяют на него у черкесов порох, который может быть применен для уничтожения самих казаков. Возможно, никакой иной народ не уделяет большого внимания разведению пчел, чем это делают горцы Кавказа, а изобилие ими добываемого меда поистине необычное. До блокады морского побережья предпринято России, он вместе с пчелиным воском составлял главные статьи торговли этих педных людей из Турции и соседними странами. Кстати, по поводу меда, вот оно это упоминание, что мед, который готовился из... который, в общем-то, добывался пчелами на родовом дроне на высокогорном, не имел обвиняющие действия, даже наркотические такое, то есть, как они говорили, пьешь, 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 потом резко боимся и через три дня проснуться. Ну, наркотические, скорее всего. Обычный мед имеет бледно-желтый цвет и, как другие его сорта, мною помянутые, приятный запах. Существует также разновидность дикого меда, обнаруживаемого в расщельных скал в верхней базе. Вот, кстати, по поводу расщельных скал, один из вариантов же перевода Гуамского ущелья, что это ну, пчелиные какие-то, типа, пещерки. То есть, там, скорее всего, в Гуамке, в этих, вот, в естественных выемках ущелья, пчелы, дикие соты строили. Значит, столь совершенно затвердевшего, что для употребления необходимо растворять его в воде. Этот мед является излюбленным продуктом черкесов в их партизанских походах. Тоже, кстати, фишка интересная, твердый мед природная ли это твердость меда или достигнута каким-либо искусственным образом, я определить не могу. Он имеет приятный ароматный вкус, совершенно белый цвет и может храниться годами. В этих случаях он становится за долгий срок желтым, и вместо того, чтобы быть тягучим, ломким, как леденец. Также широко используются во время лагерной стоянки абрикосы, яблоки и другие суженые фрукты, которые, будучи сваренными в сиропе из меда и вина, заслуженно любимые этими людьми. В этом краю в большом количестве выращивается виноград. Кроме белого вина, в некоторой степени напоминающего по своему букету то, что изготавливается близ Рима, они производят иное, из обычного черного дикого винограда, уже по природе в большей степени содержащий алкоголь. В ходе приготовления последнего они обычно смешивают новое вино, всегда сваренное с соком, изюма и черной смородины. Вот, кстати, еще один факт того, что в середине 19 века Шапсугии пьют вино. То есть, понятно, что это не мусульмане явно. Хотя провинция Шапсугия из-за близости к Черному морю не имеет крупных рек, она пересечена извилистыми речками, из которых наиболее значительными являются Бакан, Цемес, Абин, Бугундур и Антхыр. Они, большей частью, текут к Черному морю или становятся притоками второстепенных рек, что впадают в Кубань. Через глубокие ущелья, горные долины и рассеянные, кои составляют преобладающие черты местности и будучи наподобие оборонительного барьера для племен, живущих в внутренних областях, позволяют жителям, таким образом укрепившись в своих недоступных твердынях, до сих пор бросать вызов всякому усилию России покорить их. Год за годом многочисленные войска, снабженные всем военным имуществом, тщетно пытались овладеть этими горными укреплениями. Шапсуги, несмотря на чрезвычайное плодородие края, не занимаются, как то следовало ожидать, земледелием, довольствующих лишь выращиванием такого количества проса, кукурузы, гречихи, вечминя и риса, какое охватило бы их собственному потреблению, предпочитая менее трудоемкое и для них более интересное занятие пасти свои отары и стада. Рогатый скот небольших размеров напоминает то, что я видел на южном побережье Крыма. Они используют его, как и на правоположном побережье Анатолии вместо буйволов, что тянут их в колесные повозки. Действительно, удивительно видеть, сколь быстро эти животные проделевают высокие холмы в путь, через которые осложнен густыми заростями, так как в Черкесии нет ничего напоминающего дорогу, если только там так не называлось русло какой-нибудь высохшей реки или речушки. Строение повозок, присущих Кавказу, чрезвычайно своеобразно, ибо они столь же примитивны по своей конструкции как те, что должен был использовать царь прямо в время Отсада Трои. Черкесы, однако, употребляют их лишь до перевозки продукции и полей при совершении уборки урожая, так и мужчины и женщины всякого звания ездят вверху. Неудивительно, эти повозки выглядят транспортом неудобным, однако то, как они сконструированы, позволяет значительно упростить их транспортирование. Их сцепление ограничено поверхностью земли и осью, ибо колеса не поворачиваются вокруг вала, а вращаются вместе с ним. Колеса, у каждой полоски по два, не имеют спиц, а вытесаны из одного цельного куска дерева, и так как эта полоска сделана без малейшего куска железа и никогда не смазывается, повсюду слышимая на дальних холмах музыка далеко не самая благозвучная. Бараны, главным образом, длиннохвостные породы, превосходные, дают великолепную шерсть, а вкус их мяса не уступает самой лучшей породе в Саусдауне, что в нашей стране. Из шерсти производится добротная одежда, тогда как черная и грубая шерсть козлов с длинными волосами используется в изготовлении горских неповторимых мантий, ну, бурки. Все женщины занимаются ткачеством, они также придут из дикой конопли растения, часто достигающего высоты в 10 футов, очень хорошего качества пряжу, которая, как говорят, превосходит в крепости благовечности ту, что производится из культурного растения. После прекращения торговли горцев с Россией, отсутствие рынка сбыта этих товаров в природе ими экспортируемых в большом количестве к Турции и Крым, повлекло за собой многочисленные лишения для этих трудолюбивых людей. Также приостановка торговли лишила их соли, нехватка которой остро ощущалась, так как приводила к очень большому поддержку их скота, особенно среди овец, если те обильно не питались этим продуктом или каким-нибудь иным действием на его заменителе. Россия хорошо осознавая важность соли для горцев, не удовлетворившись блокаду от побережья и тем самым мешает запасов соли, что не привыкли получить из Турции, присвоила силы соленые источники близ Ведикавказа, к которым те, кто живут далеко от Черного моря, привыкли пригонять свой скот. По мнению России, это станет одним из способов ее предполагаемых принуждением местных жителей и покорности. Человек, каким бы примитивным, каким бы не обученным он ни являлся, благотворен и запретает место. И черкес на нем удостоверился, что обидный запас щелока, смешанного с едой для скота в какой-то степени замещает с соль. Для того, чтобы приправить свои кушания, когда соли заполучить нельзя, люди вынуждены довольствоваться кислым молоком, медом и перцем. Тот факт, что его заменители не придадут приятного вкуса некоторым блюдам, неоспорим. Но здоровье отсутствие соли похоже не вредит, так как ни что не могло бы быть более крепким или более бодным, чем общая наружность местных жителей. Это конец у нас 14 главы. В принципе, такие интересные заметки пошли уже у него более, наверное, вот такие практически. И вот здесь, да, я хочу отметить еще пару фактов, что действительно длинного напоминает некоторые такие нюансы связанные с солью, с котом и с медом. То, что, в принципе, достаточно часто вызывает вопросы, но он не один такой, на самом деле. Это факты, которые подтверждают и другие путешественники. Так, глава 15. Сейчас, секундочку. Я посмотрю по времени у нас сколько. до соль, ну, все-таки соль и щелочь, он говорит щелочь, но действительно, соль, соль нужна на скоту и сильно не ограничишься, как бы, без него никак. итак, итак, поедем дальше, глава 15. Возможно, ни одной части домашнего хозяйства абазинский народ, опять в кавычках, не абазины, а горцы, и вообще все черкесы не уделяют столь большого внимания, как и ведению коней. Достоинства этого благородного животного столь хорошо и незнакомы, его качество столь высоко и не ценится, уходу за ним не уделяется столь много внимания, а родословные разных его пород столь полно неизвестно, что они напоминают во всем этом завсегдатаев Нью-Маркета или арабов пустыни. Каждая порода имеет свой особый знак, выжигаемый в виде клейма на задней ноге – тамга. Так как разные родословные передаются от отца к сыну, то в случае, если проходит обман в виде попытки приписать к ним низкого прохождения знатные родословные, виновный в том предстает перед советом старейшин, допрашивается, карается наложением на него больших штрафов, независимо от его социального положения, так как ни в чем ином эти люди столь ненастойчивы, как в охране и сохранении хорошей породы коней. Мы не можем испытывать удивления по этому поводу, так как вспомним, как часто сама жизнь черкеса зависит от быстроты его коня. При выборе породы принимается во внимание не только красота формы, но и быстрота и выносливость. Они обучают своих коней переносить голод и усталость, плавать и всем иным достоинствам и качествам, необходимым для спутника партизанской войны. В сообразительности и послушанием черкесский кони непревзойденный. Самая знаменитая порода на Кавказе, названная Шалох, сохранилась во всей своей чистоте благодаря татарскому князю, чья семья поселилась на постоянное жительство приблизительно столетия назад в самой высокой цепи Черных гор. Он известен под именем Таусултан, горный князь. Копыта является признаком коней. Различается эта великолепная порода коней, которая по красоте, форме, мощи ног и быстроте не может быть превзойдена ни одной породой из любой другой местности. Она больше напоминает английскую скаковую лошадь, чем арабского коня пустыни, всегда стоит непомерных сумм в Турции и Персии и высоко ценится в России. Кроме этих коней местной породы у черкесов есть превосходные персидские арабские скакуны, самые ценные и отмечены особыми родословными метками. Другие домашние животные напоминают европейских. Домашние птицы, как то куры, утки, гуси, индюки и все самого великолепного вида, фактически вся пронинция, большая часть Западного Кавказа изобиливает всем необходимым для содержания большого населения. Имеются луга и пастбище на берегах речек, степи и горный плато, тогда как солнечные склоны иные плодородные места способны быть превращенными в добротную пашню. И действительно, такова плодородность почвы, в чем меня заверли некоторые поляки и русские, поселившиеся среди черкесов, что ячмень, роса и пшеница дают урожай в среднем в 13 раз больше, чем у них. Зерновые в благодатных местах готовы для жатвы уже в июне и это несмотря на весьма малое внимание уделяемой обработке земли. Подобно крымским татарам, черкесы сожгнут зерно в открытом поле с помощью лошадей. В дополнение, плодородию земли прекрасные леса могут обеспечить достаточным количеством строя лов леса для всяких готовых целей, а стариков топливом одного саншита столь много и таких гигантских пропорций, что можно обеспечить весьма экстансивную торговлю. Повсюду дичь в изобилии, с гор спускаются греческие олени и косуля, везде встречаются дикие кабаны, дикабрацы и зайцы. Во множестве также пернатой дичи коренными обитателями Кавказа являются фазаны и индейки. В определенное время года много глухарей, дров, лесных куликов и всяких иных прилетов птиц. По всему краю распространена Кавказская куропатка. Это мелкая птица, будучи схожей по форме с европейской, по размерам не уступает к плуну. В огромном количестве самого восхитительного вкусов здесь форель, лоза, окун, щука, линь и многие иные виды богатого рыбного премии, свойственные горным рекам. Шапсуги, как и другие черкесские племена, среди которых и бывал, весьма общительны, учтивы и услужливы, чистоплотны в своих домах, любят декоративную одежду, стремятся владеть великолепным оружием и прекрасными конями и могут считаться с учетом войны и неустойчивого положения в крае их малы, а образ жизни просто. Они никогда не покидают пределы своих мест жительства или селений, не будучи полностью вооруженными с газырями натыканными боевыми патронами. Их торжественные визиты обычно осуществляются в кольчуге и в самых ординарных случаях под их одеждой носится более легкий поленепробиваемый ее вариант. Тут он поясняет. Вооружение, обычно носимое черкесами, состоится из шлемов латы на бедренниках, созданных из маленьких стальных полос, наложенных друг на друга, причем столь изобретательны, чтобы не мешать движению тела. Латы обычно подбиваются шерстяной подкладкой. Часто употребляется вооружение кольчуга древних перцев. Шлемы, напоминают античные, сделанные так, чтобы защитить шею, скрепляясь под подбородком, как у рыцаря с дневекой. Их мечи и кинжалы превосходят в закалке отделки самые лучшие идеи в Левопритании. Некоторые из них, вместе с вооружением, хранятся в семьях с незапамятных племен. У шапсутских племен нет наследственных князей или вождей. Человек, будучи самым могущественным из родовых союзов и в то же время самым храбрым в бою и мудром на совете, избирается их военным лидером. Из-за небезопасности в крае, из-за войны и по другим причинам, здесь нет ни одного города, даже того, что мы могли бы назвать селом, так как повсюду в провинции жители обитают в деревушках или на хуторах. При нападении, поражении или просто приближении врага они разрушают свои небольшие жилища и переводят домашнюю обстановку и ценные вещи в такое небезопасное место, придавая огнем остальное имущество. В селениях дома построены близко друг к другу, в форме круга или квадрата, внутреннее пространство, которых в разгар зимы служит местом содержания рогатого скота. Жилища вождя, узденя или мурзы, осуществляющего функции судьи, полицейского и всегда являющегося человеком состоятельным, расположены обособлены от поселения и так как его социальное положение и давно установившиеся обычаи обязывают его давать пристанище чужостранцу и содержать зависимых от него людей и невольников, его резиденция состоит из нефигных хижин, образующих в собой отдельное отселение. Кроме этих домов черкесы привыкли рыть большие ямы в лесу или в каком-нибудь схожем удаленном месте, которое служит убежищем для стариков, женщин и детей в случае внезапного на них нападения. Эти ямы чисто обставлены, выставлены плетенными изделиями из побегов или какого-либо схожего гнущегося материала и так как эти ямы искусно покрыты сверху, враг редко обнаруживает их. В черкесе в своем выборе места поселения всегда предпочитают берега реки или речушки. Когда тех нет, они проводят воду к своим селениям с соседней речки с помощью каналов. В качестве лучшего материала они используют для этого стволы убедших деревьев. Священнослужители и старейшины, коих очень почитают, обычно отличаются красный чалмой и неспадающий бородой символом мудрости. В дополнение к ним есть отдельно взятые изделия своего рода владельцы поместьев, которые часто исполняют функции священнослужителей и старейшин, судьи и полицейских. Их влияние весьма значительное среди крестьян, с которых они взыскивают незначительные дань, состоящие из нескольких дней труда на их землях, привычного дарения скота во время свадеб и в иных праздничных случаях вместе с оговоренным количеством овец, зерна и так далее. Для содержания военных сторонников в дни во время летней лагерной стоянки, а также в какой-либо мере для покрытия расходов, что последнее несут в содержании дома для приема гостей. Эти пожертвования регулярно взымаются с каждого дома владельца на общем собрании старейшего. Власть военных командиров здесь, как и везде в Западном Кавказе, весьма значительна, а их влияние обширно, но так как должность является выборной, они стремятся не только добиваться расположения своих сородичей, но и вызвать у них восхищение всякими великодушными поступками и своим героизмом, добродетелями, считающимися этим людьми неотъемлемыми в каждом человеке благородных кровей. Всякое отступление от них может вызвать к этим вождям всеобщее презрение и подвергнуть сомнению их отношения к благородному роду, коему им случится принадлежать. Кроме того, они отстраняются от командования во время войны и лишаются чести быть первыми на охоте. Отсюда черкесский благородный человек редко деспотичен в использовании своей власти и никто из его последних не славится более его своей храбростью, щедростью и искусностью на охоте. Столь мало изменилось характер черкесского рыцаря в смысле великодушия и благородных чувств, что описание, данное сеньора Монтериана, известным генуэзским путешественникам в 14 веке в поправочках в 16 в равной степени применимо к веке 19. Мы поэтому процитируем характеристику данного черкесскому рыцарю в ту эпоху с присущим ему собственным замысловатым слогом. Черкесский рыцарь большой любитель всевеликодушных поступков и с готовностью раздает все, чем владеет искусственно понятным оружием. Что касается его одежды, он чрезвычайно щедр, отсюда и выглядит внешне хуже своих собственных вассалов. Всякий раз, когда он надевает новое платье или рубашку с темно-красного шелка, вассал просит их ему подарить. Считалось бы величайшим позором, если бы он отказал или казался непреклонным исполнить подобные просьбы. Поэтому, если кто-то просит его подарить одежду, в кой он одет, рыцарь сразу же снимет ее и оденивает на платье самого жалкого просителя, будь оно даже абсолютно убогим. Таким образом, дворяне и рыцари почти всегда хуже одеты, чем простоледины, исключая разве что обувь, оружие и коней, с которыми они никогда не различаются и в ком заключенных главный предмет гордости. Они часто отдают свою движимую собственность за одного прекрасного коня непрекнувшегося и нет ничего во всем мире, что он ценит столь же высоко. Когда они обладевают золотом или серебром, будь то грабежом или каким-либо иным образом, они тотчас тратят их на покупку коней и военных доспехов. Тот же автор, говоря о черкесах, замечает, что они, как правило, хорошо сложные и красивые и среди них встречаются необычайные семейные лица. Схожее наблюдение, применимое к женщинам, черкесы исполняют все обязанности гостеприимства самым тщательным образом и как хозяин так и гость именуют друг друга кунак, словом с анонимичным хоспис на латинском языке. Теперь мы продолжим наше собственное описание. В соответствии с феодальными институтами этого народа, под которыми я имею в виду все черкесские племена, каждый человек, способный носить оружие, особенно если он имеет какие-либо притязания на знатность и вертическое сословие, обязан сопровождать своего вождя в бою. Конец пятнадцатой главы. Переходим к шестнадцатой. Тут уже сейчас пойдет конкретика по его проживанию у Махмуда Эндара. Эндароку. Это вот в шаге. В течение дня мы оставались в гостях у князя Махмуда. И я крайне рад был встретиться с моим юным другом Бейзруко, оказавшим мне столь много любезности во время моего первого приезда на Кавказ, а мы не направлявшимся в Константинополь, будучи назначенным представителем объединенных вождей, дабы доставить туда сведения о победах черкесов и условиться с турецкими торговцами относительно поставки боеприпасов и разных иных товаров, необходимых для продолжения успешной кампании. Так как мой кунак и несколько других вождей тоже направлялись в Абазию, и на и восточной провинции Кавказа с надеждением воодушевить своих соплеменников в этих областях и укрепить конфедерацию, заключив союзы с главными лидерами и старейшинами, важных воинов, с помощью которых мог бы быть спокойным за свою безопасность, вместо того, чтобы полагаться на честные намерения жителей во время моей поездки в бухту Джук. Джук это, скорее всего, бухта Джубги, где надеялся найти капитана судна, на котором прибыл в Черкесию и который, частично загрузившись в Пшаде, должен был оставаться в бухте Джук, пока я не присоединюсь к нему. Таким вот образом обеспеченный столь незначительным сопровождением и предварительно добившийся освобождения моего слуги Натана, прежде уже мною упомянутого, страстно желавшего сопровождать меня в Европу, я надеялся на приятную поездку с целью собрать немалую информацию относительно провинции Абазии, в чем и не разочаровался. Мы ехали вдоль морского побережья в сторону Джука, Джубги. В прогоне стояла восхитительная температура, одновременно приятная в ощущениях и подразделие тела сменило чрезмерзный зной лета и осени. Сверкающий в Ксин, Черное море, подобно широкому озеру, лежал растянувшийся перед нами во всем своем очаровании, еще возбужденный большими волнами, что являлись последствием недавнего врага. Но сколь пустынно, сколь безотрадно, на этом обширном пространстве не увидено ни одного паруса, даже крошечных субботурок. Русские крейсера, строго охраняющие побережье, тоже исчезли, сколь неистованные были недавние ветры. Панорама вдоль побережья была не менее мрачной. Железные хижины, окруженные стыдами и отарами, что еще несколько месяцев назад украшали эти многочисленные благородные холмы, в коеме я сто много любовался, плавая вдоль побережья, но не представляли собой разве что почерневшие руины. Ни песня пастуха, ни крики охотника, ни даже настроенный скрип горной провозки не наносились до моего слуха. Звуки тяжелых шагов наших собственных коней были единственными, что проживали страшную тишину, царившую в глубоких ущельях и узких горных долинах, кое несчастные местные жители вынуждены были покинуть, чтобы уйти во внутренние области подальше от побережья, по причине участившихся преследований, коими подвергались. Короче говоря, разорение было столь ужасающим, столь необычным для любой иной страны по соседству с цивилизованной Европой, что, если бы не следы жителей, можно было бы подумать, что речь идет о неизвестном и негодном крае. Таковыми были последствия разрушительной и изматывающей войны, порожденной цивилизованным двором Санкт-Петербурга, правительством, претендущим на то, что оно вдохновляется в своих решениях человеколюбим, желанием содействовать предсветанию народов, подтверждению цивилизации и решимостью поддерживать в помощи своего влияния каждое существующее государство, основное в соответствии с признанными законами народа. Однако, сколь непоследовательно является политикой России, сколь ненасытно ее жаждогосподство, в то же самое время мы видим ее безрассудно тратящие миллионы рублей, год за годом пополняющим пустые сумки претендентов на престол в Испании, ее пустышащий в свою казну в стремлении покорить свободный независимый народ. Пусть тот, кто нерешительный, одобряет революционную и развращающую политику России, если у него нет смелости пренебречь опасности русской блокады, в конце концов, скорее воображаемой, чем реальной, и посетить Черкесию, проехав через Турцию, последовать за любым из ее многочисленных революционных представителей не только в этой стране, но и в Персии, Средней Азии, в любой части Европы, чтобы убедиться в необходимости сделания мер лицезреть мир в качестве жертвы всех ужасов новой двадцатилетней войны. Господи, как он любит уже тут свои петиции тут вставлять. Кстати, вот кто почитает еще Джеймса Белла, он поймет разницу, что Белл, что Лонгвард, они как-то более, наверное, этнографическим какой-то склад ума имеют, и любят все-таки больше описания людей, жизни, окружения, каких-то отношений. А вот Спенсера постоянно сносит в какую-то политоту тут постоянно. А по мнению, конечно. Эти богатые горы, где еще несколько лет назад многочисленные стадои от ары развились в безмятежной безопасности среди богатых трав, где счастливые люди наслаждались всеми приветствиями сельской жизни и вели выгодную торговлю со своими соседними турками и персами, но не абсолютно пустынно, став питалищем парящего орла, насырного ястреба, рыскающего волка, ой, мелокричные совы и далека надежности непрерыводными. Подобно собаке на севере России значит не может овладеть территорию из-за близкого расположения к побережью и с тем горным долинам и ущельям и из-за той легкости, что она предоставляет сидящим засадам горцам истреблять свои легионы, решила превратить ее в пустыню и в свое желание вполне преуспела. Так как немногих местных жителей, что вернули к нашему эскорту, со слезами на глазах описывали трагедии непрерывных последований и решений, ими перенесенных в течение лета и осени из-за русских кораблей, осуществлявших блокаду ученики экипажа, получив малейшую возможность, торопились совершить хищеское нападение и похитить всех пределов досягаемости. Во время моей поездки я обнаружил во время моей поездки я обнаружил те же растения, те же деревья, те же пышные травы, что Голова описывал. Куда бы я ни поворачивал взор, я находил в этих девственных лесах самый великолепный бук. Здесь свалены бури и там разрушающиеся по причине глубокой старости. Даже самшиты можжевели будучи кустарниками в Европе не отставали в своих размерах от Сполинского бука. Так. Тут что-то он повторяется опять. Немножко пропущу. Дальше. Эти многочисленные холмы, все еще сохраняющие название Черный Гор, казалось, становились выше по мере нашего продвижения вперед. И как бы образовывали подошву главного Кавказского хребта, пробески которого мы временами улавливали. Так как тот достигал небес в своем застывшем великолепии. Холмы главным образом состояли из висковой субстанции, реже пористой или каменой. Порой Горный Кряж, однако, демонстрировал очевидные предники вулкана. Недалеко от Джука, то есть Джуки, находится горная долина, подобная такой же внеаполе. Говорят, столь наполненная зловолием вредными вулканическими исповениями, что угрожает жизням тех, чьи безрассудства могло заставить войти в нее. В этой красивой, весьма благодатной области есть так же преимущество быть превосходно орошаемой в такой степени, что едва три одолев милю, вы оказываетесь в прочной галине за речкой, развивающейся по направлению к морю. Мы на несколько часов разбили лагерь на берегу одной из таких речек, близ гробницы черкесского вождя, замык, упавшего в схватки с русскими где-то год назад. Он должно быть был человеком немалого влияния и известности, так как каждый из нашего отряда демонстрировал свою печаль, ударяя по лбу своей плеткой. Обычай, как я уже заметил, распространенный среди этих людей. Гробница на горном выступе была грубо выстроена из камня в форме вытянутого четырехугольника, каждый угол которого украшен был столбом, увенчанным резным верхом. Пока мои спутники заняты были молитвами за душу усопшего, в соседней священной сбором гербария и любованием красивыми видами гальки в руслой речке из речка Джубки. Среди многих прочих черного базалька, красного, белого и серого гранита, преобладавших среди них, и даже заметил несколько бросов зеленого серпентизированного мрамора в лапе с лазурью, но не успел во всех моих поисках рубинов и алманов. Мы потратили полные их восемь часов на поездку из Пшады до Джубки. Но сколь большим было наше разочарование по прибытии в бухту, когда обнаружили, что капитан нашего судна отплыл в Трабзон еще на прошлой неделе из-за неистовства ветров и небезопасности Джуга как гавани. Он, однако, через одного из местных вождей передал, что как только раздрузится в Трабзоне, мы можем полагаться на его возвращение с вновь загруженным судном в один из маленьких предпортов в Азистане, где он, чтобы ни случилось, будет ожидать нашего прибытия. Русские предпринимали несколько безуспешных попыток овладить бухту Джубки не только в этом году, но и почти ежегодно со времени подписания Адрианопольского договора по причине того, что та являлась любимым пристанищем местом встречи турецких торговцев, обычно снабжавших горцев солью и порохом. Их маленькие суда всегда способны спокойно уплыть в какой-нибудь укропный уголок бухты, в то время как неистовый ветер может серьезно угрожать крупному кораблю. Так как военный вождь этой области еще не возвратился из лагеря своего союзника Тимиргоевского вождя, мы поселились в доме Исламбека, старейшины и главного священнослужителя, потому как было бы против тикета существующего среди этих людей входить в дом любого черкеса в отсутствие его хозяина. Территория края, удаленная от моря и от джук-бги, чрезмерно населена. Нерватосно было видеть многие скопления домов, разбросанных в разных направлениях, образующих многочисленные самостоятельные деревни. Причем каждая группа домов была окружена мощной оградой вместе с возделанными полями, кажущимися небольшими парками. И действительно, всякое место среди пышных лесных деревьев, ну и не столь красиво раскрашенных разными богатыми оттенками цвета осени, демонстрировали приметы труда землевладельцев. Многочисленная стада скота и восхитительная порода коней послез на окрестных холмах, чья грациозная стадь придавала живости и колоритности пейзару, чарующему взор и доставляющему удовольствие воображению. Тут действительно была восхитительная картина, а даже более того, в сопоставлении с печерным местом, что именовал «Пришествие в Дель Побережья». Таковы люди, коих врагей представляют кочующим племенам, живущим в шатрах, подобно арабам и цыганам, и следующим лишь одному занятию пасти свои отары и стада играть от соседей. То, что жители этой области все еще продолжают наслаждаться миром на своих родовых землях, связано с их храбростью и, вероятно, больше всего с естественной неприступностью узких долив, которые как бы образуют многочисленные недоступления ущелья, спускающиеся к морскому побережью. Несмотря на все недостатки джунгельных гавани, он столь же знаменит в аналог черкесских побед, что и саджук-каля, о чем свидетельствует то, что почти каждая семья в соседних деревушках имеет некоторые трофеи, полученные в результате разгрома захватчиков. Лишь за один год, что предшествовало к моему приезду, они захватили несколько пушек и изрубили от двух до трех тысяч русских, имевших без рассудства продвинуться в глубь их территорий. Наш хозяин, Ислан Бек, представил нашему вниманию несколько таких русских пушек. Как он сказал, его соплеменники решили устроить теплый прием в случае их следующего клинвизита. Эти люди, благодаря устойчивым сношениям с турками Армении и Анатолией на противоположном побережье, хорошо снабжены порохом и солью, за которое они отдают им взамен жир, воск, мед и пшеницу. Короче, жители этой области, исключая владельцев земли и без побережья, еще не испытали каких-либо серьезных худых последствий блокады, которая столь материально затруднила жизнь и отправиться в Черкесии, что я недавно проезжал. Так, ну еще одну главу прочитаем. Глава 17. Оставляя Джунгум, было действительно приятно видеть доброе внимание со стороны этого незабываемого народа, так как едва мы высказали желание сменить лошадей, многие местные жители понеслись к холмам, дабы доставить их, а те, чьи кони были отобраны, сочли себя самыми упорщенными, таково восторженное их отношение к воину, чьи усилия и тяжкие труды посвящены защите Родины и нет такой жертвы, то я могла бы считаться слишком большой, нет такого слишком дорогого вознаграждения, воссоздаваемого человеку, по своему желанию вызвавшемуся отразить нападение врага, стремящегося поработить землю, на которой он родился. В дополнение к щедрому гостеприимству, оказанному нашим хозяинам, в равной степени спешили оказать нам радушный прием женщин из соседних деревушек. Они сделали маленькие свертки, где находились самые лучшие молочные продукты, мед, сушеные фрукты и свежевыпеченные ячменные гупешки. Эти свертки будут прикреплены к нашим седлам, чтобы мы не нуждались в провизии в пути. Что касается мяса и домашней птицы, а также иных свежих продуктов питания, столь необходимых для поддержания путешественников в Европе, черкес редко употребляет их во время поездки. Вечерний прием пищи это то, единственное, что он позволяет себе. Но желая он в любое время насладиться обильной едой, то покуда в пути над ним пролетает фазан или куропатка, он обеспечен обильной пищей, так как черкесы всеми признаны прекрасные стрелки. Кроме того, каждый не воюющий крестьянский двор обезон снабжет вождя во время его поездки бараном и другими сисленными припасами. Решив попытаться найти в Суч-Али, это Сочи, Адлеве или какой-либо иной другой маленькой бухте на побережье корабль, могущий доставить нас в Тарабзон, мы тронулись в путь, сопровождаемый, как обычно, в течение нескольких миль сотнями жителей, громко хором поющих свои военные песни. Среди них были также немногие бродячие министрели, джигуаты, кои, исследуя обычаю воспевания храброго и деяния какого-либо отдельного воина, в дополнение к ним там были праведники, предсказатели, астрологи, дабы предсказать счастливое окончание нашего долгого путешествия. Так как нет народа более суеверного, более склонного в верить во всякого рода заклинания и колдовство, чем кавказцы, особенно жители Верхней Абази, что начинается близ джиги. Тут и тут пометочку делает, строк говоря, лишь верхняя база может именоваться территорией абазинцев. Ну, опять же, повесню еще раз. Абазинцами здесь он имеет в виду жителей гор, в принципе, черкесов, то есть включая Абазин, не только Абазин, то есть это не национальный тогда еще термин был. Так как вся эта часть побережья именована на карте нижней Абази, начинающейся от джиги, простирающейся до Кубани, населена применена более или менее от тагейского происхождения. Самая распространенная форма предсказания будущего, но и наблюдавшаяся неоднократно примененная во время нашего пребывания в джунге, заключалась в том, чтобы взять в курсе ячменных зерен, состоящих из какого-либо особого их числа, немногих призабытого, а затем разделить их на семь маленьких кучек, расположенных на определенном расстоянии друг от друга и соответствующих в том установленном правиле. Затем они подсчитываются и, дабы предсказать неудачу или успех, начинаются соответствующие расчеты. Действительно, было смешно созерцать серьезное выражение лиц моего кумака и других старейшин и командиров, в то время как астролог пытался предсказать судьбу их поездки, без сомнения, убежденный, как и они, без ошибочности гаданий. Но, когда маленькие магические зернышки возвестили мне о неприятном сходе моей поездки домой, ничто не могло произойти их ужаса и тревоги. Такова в действительности их безоговорочная вера в эти бессмысленные заклинания, что лишь немногие решатся предпринять сколько-нибудь важных дел, когда их гороскопом ручен дурным и предназначен винованием. По этой причине они, занадушно, стали умолять не остаться на несколько дней, покуда добрый дух не будет умолитворен молитвой и жертвоприношением. Другой весьма распространенной формой заклинания было бросание барань в лопатки в огонь, и когда становилось слышно, как натрещит, и на направлении ей указываемое, будь то восток, север, запад или юг, то считается, что она с уверенностью указывает на исход предприятия. В дополнение к этому берутся также во внимание звезды и разные изменения луни. Некоторые птицы или животные, что могут встретиться в пути во время поездки, а также люди, благословленные или проклятые, с особого цвета глазами или волосами, первыми встреченными ими, при выходе из дома, все является признаменованием на брайли зла. И так как все это и многое другое влияет на черкеса во всяком деле, которое он может начать, нам остается лишь удивляться, поднимая во внимание сложность обнаружения всех этих знаков судьбы, указывающих толкнуть на успех, как он вообще осмеливается над кольбы опасным предприятием. Тем не менее, эти суеверия имеют одно благоприятное влияние на народство таким положенным нравом. Так как будь преднаменованием благоприятным, он приступает к своему делу с равенными уверенностью, что почти гарантирует успех благодаря решимости, кое оно придает их усилиям. Унизительная суверенция горцев должно однако иметь объяснение, когда мы вспоминаем, что в виде недоступной природы и горных пердыль и их подозрительности к чужеземцам, они с незапамятных времен были отгорожены от самых слабых речей европейского мышления. Разве мы не должны поэтому восхищаться цивилизацией всякого иного ориентира, кроме традиций предков и песенных барбер. В самом деле, не будет преувеличением сказать, что эти дети природы проповедуют добродетели, могущие оказать честь самым цивилизованным нациям Европы. Возьмите, к примеру, их уважение и почитание старости, их учтивое поведение с женщинами, даже несмотря на возможно их низкое социальное положение в обществе. Человек, ослабленный из-за преклонного своего возраста, вместо того, чтобы стать объектом пренебрежения и неуважения для успешной молодежи, как тут несчастье очень часто случается в Европе. Здесь почитается всеми классами общества. Где бы он ни шел, толпа уступает ему дорогу, все малейшие знаки внимания, что добрые люди способны оказывать, несомненно, относятся к нему. Зимой самый теплый уголок у очага отводится ему. Рядом его вместо отдыха на подушках устраивается под тени веранды, в то время как красивые руки его миловидной дочери заметят тем, что отгоняют насекомых, могучих нарушить его покой. Подарки в виде конфет и всех иных маленьких лакомств, обычно предлагаемые в других странах детям, достаются ему. Короче говоря, они полностью следуют своей пословице. Дважды проклад человек, навлекший на себя проклятие старца. Что касается уважения, оказыванной женщины, я часто видел, как галантный командир тысячи воинов спрыгивает со своего боевого коня и сажает на него какую-нибудь одинокую девицу, кое случилось устало идти через глубокие долины, что надо посетить далекого друга. Вождь охраняет и благополучно поважает ее до ближайшего села. В любом случае, благородный рыц ищел бы себя опозоренным, минуя женщину и не предложили ей свои услуги в ее защите от опасностей и оскорблений. Давайте сравним это поведение черкеса с поступками слишком многих европейских рыцарей Средневековья, с их безнравственностью, излишествами, жестокостью, и мы вынуждены будем высоко оценить этот храбрый, бесхидростный народ и быть уверенными, что если бы они оказались освящены божественными истинами христианства, то однажды стали бы украшением рода человеческого. Из-за того обстоятельства, что маленькая бухта Вардане, что находится в каких-то 20 милях от жуки, оказалась в руках русских, мы вынуждены были бы после часа езды покинуть побережье и направиться вглубь территории к ущелью Ягра. Это знаменитое ущелье с высокими утесами и глыбами черного известняка исландца может показаться входом в Телеспонию. Огромные скалы и густые листва и два высоких деревья, в коеме они висают над ущельем, делают этот узкий проход доступным солнцу разве только на час или два в полдень, в то время как в дополнение к его устрашающим чертам к темной в его бездне видна дурная речка, стремительно несущая через разбитые камни, что образует ее русло. Это ущелье, одно из самых мощных в крае, соединяется с большинством остальных теснений в долю на Западном Кавказе. Отсюда и самое страстное желание русского правительства владеть им. Каждая попытка его войск проникнуть через уйму Геновецкой церкви и монастыря, что находились на побережье и представляли собой оборонительные сооружения, дабы воспротивиться попыткам горцам прогнать самых своих неприятных соседей, как бы они сами не имевших необходимую боевую технику, была, однако, до настоящего времени безуспешной. Возможно, из всех поселений России на побережье Черного моря, находящиеся в Вардоне, оказалось самым губительным для ее войск, как по причине враждимости местных жителей, так и из-за вредности климата, войска были заперты в своих тесных казармах, расположенных непосредственно в близости от ущелья, а сырость от туманов и паров отравдала всю атмосферу в этом месте, пока летом и осенью сохранялся зной. Кстати, интересно понять, что это за ущелье, то это Головинка, по всей видимости, и долина реки Кичмай, потому что в самом Вардоне не было крепости у русских, а вот ближайшая, получается, Головинка, дальше уже Сочи. И тут возникает вопрос, о чем речь. Ну, Вардан, кстати, называлась еще местность целая, убыкская, сразу, вопреки Шахе, для Сочи, поэтому, может, как в целом о местности идет речь. После моего посещения Вардана в течение одного лета для защиты гарнизона от постоянных нападений местных жителей были построены несколько бреденчатых домов. Вероятно, это было сделано и для того, чтобы иметь возможность поднять тревогу в случае внезапного и согласованного передвижения черкесских отрядов, кое непредвиденно вертится вокруг них, а также, вне всякого сомнения, чтобы предоставить чуть больше площади для несчастных солдат гарнизона, расширить место до их гуляния. Эта цель не только не была достигнута, но и привела к еще большим жертвам, так как едва срубы были построены, как большей частью оказались захвачены, а их обитатели убиты неутомимыми горцами. Пройдя глубокое ущелье, мы поднялись по окольному пути, затененному густой листвой высоких деревьев, с расположенными по его бокам глубокими пропастями на вершину высокой горы, которая столь полностью господствует над фортом Вардан, что позволяет нам обозревать каждое перемещение солдат в гарнизоне и всякий, кто посмеет выйти за пределы несколько выступающего бруствера, воздвинутого, чтобы защитить часовых от вражеских пуль, несомненно, будет убит. Гарнизон, имея все основания опасаться смехоносной вражденности соседних пленен, где наиночно размещал своих часовых на вершине разрушенной башни церкви, защищенной бруствером, лишь для того, чтобы поднять тревогу при малейшем появлении опасности. И теперь мы отчетливо можем видеть то замечательство, что вызвало появление приблизительно южной наших воинов. Несмотря на все меры предосторожности, эти бесстрашные горцы ухитряются ускорбнуть от бредительности часовых, незаметно таяясь в течение нескольких дней в траве, исключительно лишь для того, чтобы удовлетворить свою месть, по одиночке отстреливая солдат. И действительно, столь большими были по этой утречении потери вкупе с распространением опасных лихорадок, постоянно уносивших людей, что гарнизон должен был сменяться с учетом всего сказанного и увеличиваться числом своим по меньшей мере через каждые шесть месяцев. Мы не можем по этой причине заставить себя поверить в то, что какая-либо иная европейская держава, кроме России, столь щедро истребляла обо своих подданных, пытаясь удержать позицию, не способную из-за своего местоположения в присутствующих обстоятельствах обеспечить какое-либо важное преимущество. Кроме разве что оказаться окруженной и вызывающей болезнь сгубительной атмосферой, незащищенной от важенского ружья, которое никогда не дремлет. К тому же, Вардан представляет собой небольшую бухту, причем весьма ненадежную из-за плохой якорной стоянки и незащищенности от неистовых ветров. И всякая попытка армии, какой бы сильной подготовленной она ни была, проникнутая на какое-либо расстояние в двух территориях, что должно осуществляться через ущелье Ягран, окажется в высшей степени безумным. На каждом шагу вынуждены будут сражаться против враждебности племен, вероятно, наиболее мстительных и злобных во всех остальных на Кавказе, племен, чье враждебное отношение к себе Россия уже гарантировала, так как поселение Вардане находится непосредственно в близости к нескольким татарским племенам, являющихся беженцами из Крым-Татарии, Кубани и Каспийских степей. Тоже интересный момент, то есть там как-то крымские татары, что-нибудь спрятавшиеся. Это также территория самых диких из всех племен Черпися Базии, Чегрех и Касилбек. А недалеко под ножей снежных гор находится родина Тубов и Убыхов, о коих я перед тем не упоминал. Многие из этих племен в большей или меньшей степени находятся под влиянием катарских султанов. Хороший вопрос. Хотя чувство гуманности и великодушия воина не может найти место в груди доблестного рыцаря, истина черкесского происхождения оно похоже абсолютно незнакомо этим людям. Жар Деместе, причем в самой жестокой, будучи единственным побуждением, что руководит ими такова, что они готовы с наслаждением истребить весь русский народ. И никогда никого не щадить и не брать в плен. Действительно, самый внешний вид этих громадных, внешне свирепых воинов в тужурках из овчины и шапках из длинной шерсти и широко развивающейся на ветру с кривой турецкой саблей, висящей у них на боку с длинным греческим ружьем, наброшенным на плечо и пистолетом и кинжалом и топором затянутым широким серебряным поясом внушает воображение мысль о грабителе, поплявшемся в свои вечные неприязни к цивилизованному человеку. Хотя мы много можем осуждать политику России и считать ее вторжением не кавказ нарушением законов и прав народов, нам остается лишь сожалеть о судьбе несчастных солдат, несущих службу на Кавказе, в особенности в гарнизоне Вардана, в одно и то же время мы защищены и от болезней, и от пули этих людей. Действительно, будет дело милосердно перенести немногие полевые орудия на одну из господствующих высот сравнивать с землей разваленные церкви и монастыря, превращенные в крепость. Делом, учитывая их разрушенное состояние, могучим быть исполненным до нескольких часов обстрела прямой наводкой. Тем более, что при внешнем положении дел на Кавказе ни церковь, ни монастырь восстановлены быть не могут. После того, как русские владели старой церковью и монастырем в Арбане и укрепили их, мы сообщили, что аббазицы сравняли землю и несколько интересных поработить их в форты и тем самым поработить их. Это разрушение тем более вызывает сожаление, потому что имеется весьма веская причина предположить, что многие из этих древних сооружений содержали внутри себя весьма ценные и очень древние памятники, а исходя из древних манускриптов, обнаруженных в Армении и Менгреге и Грузии, известно, что некоторые рода, живущие в аббазии, произошли от ранних удеев, обращенных в христианство, кое, будучи преследованы своими соплеменниками и правительными в Римской империи и бежали на Кавказ и здесь поселились. Мнение, подкрепленное тем обстоятельством, что чертылицы некоторых из этих родов все еще несут на себя печать их еврейского происходящего. Вот еще одна такая байка тех времен англичан. А их религия по сей день не является смешением иудовитства и христианства. Это он уже и впутывает с макараимами. Это в Крыму такие были. Так как среди прочих обрядов, как я узнал, празднование еврейской Пасхи справляется с соблюдением многочисленных ритуалов, как и у евреев, когда те отмечают этот возвышенный праздник. Ну и тут, как мы видим, он путает это уже с православным влиянием христианским. Так, ну я предлагаю здесь пока завершить. У нас осталось еще там всего два примерно пять. За следующие эфир мы их закончим. Перейдем еще к небольшой книжке из первого его путешествия в 30-м году и как бы за два эфира я думаю, мы полностью закончим Эдмонда Спенсера и перейдем к чему-нибудь новому никому. Ну, я предлагаю, наверное, что-то более художественное, наверное, более интересное. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, можете сейчас задать, поговорим. Я пока анонс озвучу. Значит, я думаю, что прямой эфир мы сделаем тематически в четверг, наверное. Может, даже два подряд сделаем. посмотрим там или в пятницу, я еще завтра подумаю. И, соответственно, Эдмонд Спенсер в следующие чтения сделаем тоже в четверг или в пятницу. В один из его генита. Завтра на канале Inside Travel параллельно который по городской истории Катеринодара поговорим об общей еще тематике, которая, возможно, в многом из вас будет интересна. Будем обсуждать работорговлю на Черном море и вообще в разные исторические периоды поэтому касается и этого канала, но трансляция будет на Inside Travel Кэрдэйте. Я анонс тоже сделаю. Поэтому участвуйте в постах в играх, которые я веду сейчас. Там будут еще не только простые посты, но будут еще угадывания по картинам. сделаем потихонечку и следите за постами, следите за анонсами. В общем, будем продолжать. Отвечу на вопросы, если у нас есть. Ну и по поводу, кто не знает еще, по поводу вот, собственно, этих чтений, которые мы сейчас проводим. Эти видео я сохраняю. Их можно посмотреть в YouTube на канале Это графика. Ссылка есть у меня в описании канала. Там топлинк. Заходите в топлинк и среди первых ссылочек, которые откроются, там будет YouTube канал Этнографика. Когда переходите, там, в общем-то, эти эфиры, записи этих эфиров прямой публикуются. И прошлое опубликованное, его можно посмотреть. Потом со временем я просто звук оттуда вытащу, обрежу комментарии, обрежу все вот эти лишние там паузы и чисто вот аудио запись книжки потом выложим в качестве такого отдельной ссылки, как аудиокнику. в потоке. Ну, вот, наверное, все. Так, ну, раз вопросов я не вижу, в принципе, вот, поэтому, наверное, закончим на этом. Ну, если будут какие-то вопросы, напишите в комментариях, отвечу. Все, всем пока, до встречи через день, через два. Ну, в общем, почти каждый день. Ну, завтра, наверное. в общем. Редактор субтитров